Всем привет, с вами Давид Бабжанян, вы на канале ИБ, Муратик, Вова, привет! Привет, мои дорогие, мои хорошие подписчики и люди, которые просто так случайно зашли к нам на канал. У нас сегодня в гостях Владимир Братишкин и Давид Бабжанян. Правда, Давида никто не хотел звать, но мы так, в общем, как-то подумали, покумекали и решили, что ладно, пускай же Давид тоже будет. На самом деле три Владимира. Владимир Красное Солнышко, Владимир Братишкин и Владимир Владимирович Путин. Три Владимира. И оба, ну, мне кажется, что у них, в принципе, очень серьезный вклад у всех троих в историю мира. Да, я согласен. Чего вы несете-то? Ну, я понял, какой у нас вайп сегодня будет. Да, у нас впервые в гостях Вова. Вова, как тебе обстановочка, атмосфера? Мне нравится, мне нравится. Ну, во-первых, я сам вас смотрю, поэтому как бы мои ребята знают, я уже вас не раз упоминал. Я говорю, надо коллабу. Нам отправили. Просто я поясню, да, то есть, простите, что перебиваю, пока очень сложно втянуться, я сейчас попробую как-то не перебивать. Я увидел, что вы ролики смотрите 30-минутные по полтора часа. Это то, в чем я эксперт, если что. Мы один раз на Бусте с Муратом посмотрели 12-минутный ролик час сорок. Да, 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 да. Нормально, нормально. Мне кажется, мне кажется, у нас даже это реакцией не назвать, потому что это очень странный подкаст, где 4 кадра показывают 4 секунды и потом комментируют это полтора часа. Ну, что ж, сегодня чем мы будем заниматься? Да, немного введу в курс дела. Есть, в недавнее время стала популярна такая тема, как опросы на Патриках. Недавнее время, Давид, ты недавно подключился к интернету. Людей на Патриках опрашивают последние 10 тысяч лет, братан. Я, кстати, услышал про Патрики относительно недавно из-за роликов Рындыча. То есть, я даже не знал, что у нас в Москве такой район есть. Серьезно? Да, где все такие люкс а-ля. Нет, это на самом деле стало популярным, Мурат, последний год. Эти последнее время Рындыча и все популярные всякие чуваки начали снимать ролики про них. И это расфорсилось очень сильно. Ну, это, ну да. Мы держим руку на пульсе, и поэтому спустя год мы решили тоже снять и собрали для вас самые сочные, самые угарные опросы за последнее время, чтобы их отсмотреть и прокомментировать, и понять, что это за новая субкультура такая. Поэтому присаживайтесь поудобнее. Мы будем втроем реагировать и постараемся сделать это интересным. Ты аккуратно на этом персонаже. Я просто знаю, кто это. Ну, я уже смотрел. Ты такие вещи не говори при нем. Я не знаю. Причем он про меня сейчас. Он про меня сейчас говорит. Он не про этого. Я правда не понимаю, Мурат, почему ты первый из опрашиваемых. Здравствуйте, как зовут? Иван. Сколько зарабатываете? Я? Да. Очень мало. Первое, что я хотел бы подметить, ребятки. Блядь, до 2 секунды. Я не могу удержаться. Ты посмотри уже. Это же очки, которые Гнойный выбросил на баттле с Окси. Это те самые. Блин, точно слушай, кстати, реально. Я даже внимания не обращал. Да, то есть мы будем игнорировать, да, что у него вот эта вот леопардовая рубашка. А мне нравится, кстати. У Арсена Маркаряна такая же рубашка. Это какой-то общий в их субкультуре стиль. Ты решил объединить Арсена Маркаряна и вот этого вот мужчину? Я не знаю, это осуждать или нет, просто. Не, но они... Я сказал слово субкультура, здесь ничего плохого. Вот. На всякий случай осудил просто. Да, интересно, конечно. У него такой вайб, знаете, у этого парня такой, какой-то, ну, он нужна. Да какой вайб, давайте досмотрим, вы сейчас... Он сейчас рот откроет хотя бы, ну, там, на секунд 10. Там понятно, какой вайб. Я просто видел у Рындыча его, это же он, по-моему. Больше 50. Пускай. Пускай. Ну, вы сами себя обеспечиваете или... Частично. А как помогают? Помогают родители, безусловно. Ну, вот, все, можешь про вайб говорить? Да, ну, он такой мужлан жесткий. Кажется, что он прям такой, знаешь, харкается, пьет пиво, сидит... Ну, то есть, он такой... У меня такое почему-то ощущение, я не знаю. Вот такой жесткий мужик такой. Мне кажется, его... Вот он даже ничего не успел сказать, но уже можно отменить за излишнюю маскулиность, потому что это пропаганда маскулиности. Он такой токсичный такой, такая токсичная мускулиность такая, да, прям от него. Он, короче, я заспойлерю. Я так понимаю, тут еще будут другие ребята, но он смешной. Вот он смешной? Я считаю его смешным, да. Вот этого чувака. А никто не говорит, что он не смешной, Вов. Мы говорим, что он просто... Так мы и 20 секунд только посмотрели. Да, да, без спора, без спора. Нет, он смешной. Просто я говорю о том, что у него такая... Ну, видно, что он мужлан такой по бабам, бабник такой жесткий. Ну, что? Завязывай, Мурат завязывает. Еще раз, еще раз. Вот я, короче, я с этим трампистом последний раз записываю ролики. Я осуждаю, я осуждаю. Что я сказал? Ну, а что, дорогое, ну, это дарят. Золотое все, нет? Да, золотое. Я не люблю дешевого. Серьезно? Просто я не люблю носить бижутерию. Потому что это очень, ну, красит. Сразу видно дешевую вещь. Ага. Что относится к бижутерии? Ну, то, что не сделано из золота и серебра, судя по всему. То, что сделано из каких-то... А это из чего у него сделано? А это золото, настоящее золото. Ты как... Блин. Не заметил, что ли? Как у Кайла в одной из серий Южного парка висела... А что там? Мешочек с золотом. Что в мешочке? Золото. Понимаешь, человек сразу поймет дешевую вещь. А чем занимаетесь? Я работаю преподавателем, педагогом. И учусь параллельно. Да, безусловно, по трудовой. И учусь, соответственно, в институте. Что это за институт, где он так лутает много, а? А потом, говорят, преподаватели учителя мало получают. Да, конечно. Но вы не знаете, что он преподает. Может быть, он типа сенсей по кунг-фу какой-то жесткий. И что? Это еще высокооплачиваемая работа сенсей по кунг-фу? Ну, смотря кого-то... Если бы так было, ты бы уже давно был бы тренером Картером. Понимаешь? Не, подожди. А кто тебе сказал, что кунг-фу мало оплачивается вообще? Я не понимаю. Ну, я смотрел все фильмы по кунг-фу. Ты кунг-фу-тангу смотрел? Я смотрел... Да, он там получал в пельменях. Или в вермишеле. В макаронах, да, получал. Мастер-шифу достаточно, типа... Ну, достаточно... Я хотел сказать, он достаточно из благополучной семьи. Нет, он типа нормально зарабатывает. Чувак, ты видел? Базару, что там происходит. А преподаете что? В доп. образовании работаю. А кому? Детям или... Детям, конечно, детям. Ага. Ребят, кто заходит нам в телегу, тот в курсе, как часто мы там обсуждаем фильмы. Я делюсь своими находками и периодически прошу вас посоветовать мне фильмец на вечер. Для таких же киноманов, как и я, и для тех, кто действительно хочет изучать то, что ему интересно, я хочу посоветовать курс кино глазами режиссеров от Синхронизации. Одного из крупнейших онлайн-лекториев России. Например, вы знали, что самый известный фильм на западе Тарковского, Солярис, не понравился Станиславу Лему, автор произведения, по которому и была снята картина. Тарковский снял не Солярис, Тарковский снял преступление и наказание, сказал Станислав Лем. Я вот, например, не знал про это. Из этого курса вы также узнаете, почему некоторые фильмы остаются в истории, а некоторые забываются буквально через неделю. Вы научитесь анализировать кино и раскроете секреты более 100 культовых фильмов. Кстати, чтобы смотреть курс было не только полезно, но и интересно, каждый урок оформлен в стиле того режиссера, о котором идет речь. А еще вы можете оформить подписку на год и получите более 600 часов полезного и качественного контента по 16 темам. Искусству, кино, литературе, музыке, психологии, soft skills и многому другому. Это гораздо выгоднее, чем покупать курсы по отдельности. По подписке доступны, например, курс «О чем молчат картины», позволяющие разобраться в живописи и понять, как 20 великих художников создавали свои шедевры. И еще много всего интересного. Это не скучное и качественное обучение. Лекторы синхронизации – это эксперты с профильным образованием и реальным опытом в своей нише. Они могут объяснить самую сложную тему легко, понятно и харизматично. У вас будет возможность обсудить материал не только с лекторами, но и с единомышленниками, потому что синхро – это общение и живой диалог. По моему персональному промокоду ИБ вы получите 65% скидки на годовую подписку. Промокод вы можете использовать для всех курсов синхронизации. Он суммируется со всеми скидками на сайте. А вариантов оплаты много. Карточка из России, из-за рубежа, всю сумму сразу, или долями в 4 платежа, или сплитом в 6. Переходите по ссылке в описании и расширяйте свой кругозор вместе с синхронизацией. Официальная зарплата у меня? Да. Ну сколько, как вы скажете? Я не знаю, но вы говорите, это золото. 15 тысяч. 15 тысяч? Да. Серьезно? Да. Так, а неофициальная? Юань. Неофициальная сколько? Ну давайте послушаем, сколько он скажет. Я думаю, что он сейчас просто прикалывается, потому что это не может быть естественно. Ну понятно, да. Потому что он подразумевает, что намного больше. Хотя на государственной службе, типа, если он работает на госработе, то там низкие зарплаты действительно. У нас был друг Мурат, который 17 тысяч получал. Да. Официально. Вау. Какое главное достижение в вашей жизни? Моей? Да. Ой, так сходу и не скажешь, как будто нет достижений, да? Что я умею любить, это самое мое главное достижение в жизни. Какие девушки нравятся? Ну, что за вопрос такой глупый ему? Да, я не пойму, а вообще... Не, ну в принципе вопрос хороший, да, просто... А ты думаешь, что он скажет никакие, да? Не, я так не думал ни в коем случае. Я тебе говорю, мне кажется, что он жесткий бабник, типа. То есть вот у него каждый день новые какие-то девчонки. Вообще-то вы зря издеваетесь. Возможно, он сейчас перечислит типаж девчонок, которые ему нравятся. Например, как Хилми Форкс, Илана Петрова. Осуждаю, конечно. Что ты подразумеваешь? Что ты подразумеваешь? Ребят, я пришел сюда осуждать все. А что, подождите секундочку, давайте разберемся. Это люди, которые позиционируют себя как девушки, и ему нравится. Ну, вот такой типаж девушек. Вы какие-то... Не, но я же знаю тебя. Я знаю тебя, твои мысли эти грязные. А-а-а, вот именно. Я знаю, что ты подразумеваешь под этим. У меня чистейшие мысли, чистейшие. Мне что, типаж сказать? Ну, все девушки, которые мне нравились, у меня всегда встречался с совершенно противоположными. Я любил светленький... Полом. Ладно. Нет, все, осуждаю. Вот сейчас жестко осудили. Хватит. Сейчас жестко осудили. Да мне пиздец на Твиче. Мне просто пиздец. А, у вас же так, да, там на Твиче, что если ты где-то даже вне юрисдикции Твиче что-то такое говоришь... Да-да-да, я поэтому пришел, и первое, что я вижу, это вот, ну, мне кажется, что он, возможно, представитель ЛГБТ. И как бы, вы сразу с нулевой убахаете, а я рассуждаю. Да я рассуждаю. Нет, подожди, я, честно говоря, вот от чистого сердца, то есть я просто наблюдаю, я наблюдатель. Я смотрю со стороны. Не надо сейчас писать. Не надо сейчас. Кто-нибудь в этот момент видит его руки, когда он со стороны смотрит? Вот они. Вот они. Причем у меня четыре пары рук. Четыре у меня пары рук, чтобы вы понимали. Сильные отношения с темненькой девочкой. Ага, не ваша девушка? Нет, сестра. А, сестра. Что подсадить ребенку, которые вот мало зарабатывают, хотят увеличить свой доход, у них не получается? А как может не получаться, если они хотят увеличить свой доход? Ну, бывает такое, как бы средняя зарплата в Москве по России, может, 35, но многие же хотят больше. Все же хотят больше зарабатывать. Не у всех получается. Вы бы что посоветовали? Не знаю. Сейчас я скажу, что я посоветую. Я бы посоветовал таким людям встать, поднять свои жопы с дивана и пойти работать. На любую работу. Совершенно. Я работаю за три копейки, но я работаю в госорганизации. Я работаю за маленькие деньги только потому, что я хочу приносить детям радость. Что я посоветую людям, зависит от того, что они хотят. Если они не хотят работать, но хотят выглядеть хорошо, значит, надо найти тех, кто позволит им выглядеть хорошо. Ну и в чем он не прав? Скажите мне. Я пытался сейчас уловить, правда, мысль, что он хотел донести. Я пытаюсь сейчас глубоко проанализировать. Он сейчас сказал, ну, если серьезно это анализировать, он сейчас сказал, что надо на ком-то просто паразитировать, а работать где хочешь. То есть, типа, просто найти человека, который будет тебя обеспечивать. Все. То есть, для этого больше ничего не надо делать. При этом просто надо поднять жопу. А минусы будут какие-то? Он просто не уточнил, чью жопу надо поднять. Здесь вот вопрос. Да, да, да. Я понял. Да, надо иметь... Ну, мы сейчас не будем сильно углубляться, да, Давид, в то, что он сказал, потому что, ну, и всем все и так понятно, как бы. Мы сейчас не будем, у нас сейчас такой вайп, что мы просто вот любуем тебя рубашки. Я не советую сильно углубляться в этого парня. Какие-то... Какое я, я считаю, достижение в моей жизни? Я осуждаю. Я шпагал. За что? Я про то, что он говорит. Какие же вы токсичные. Какие вы... Да, я потом комментарии почитаю. Там такой, пришел такой, поосуждать просто. Да, да. Причем к нам, когда мы тоже все осуждаем. Да, да, да. Гад умеешь садиться. Вау, прикольно. Я умею все, что угодно. Я в свое время закончил школу с золотой медалью. Институт буду заканчивать сейчас на все пятерки. Я очень... Главное в человеке... По стобальной шкале. Интеллект. Да не, я думаю просто, если у человека есть так выглядеть, ну, как бы, давайте подумаем, подушню немножко. Ну, то есть, а как ты можешь такими вот, ну, в таком прикиде, очевидно, в таких очечках, очевидно, это все не копеечку стоит, да? То есть, и он такой говорит, я сейчас университет заканчиваю на дни пятерки, че? Ну, то есть, я уже примерно так накинул, где и какой университет он мог за какую сумму закончить. Да, вот, ребят, я бы хотел бы тоже чуть-чуть, буквально пару минут подушнить. На самом деле, вот мы сейчас будем смотреть этих всех ребят с Патриков. Кто-то, возможно, что-то дельное скажет, кто-то совсем какую-то чепуху скажет. Я не смотрел, я не знаю. Но я просто заранее хочу сказать, что глобально можно выглядеть, как хочешь. И можно даже любить дорогие вещи, очки, луи-виттоны. Но это то, что мне совсем недавно сказал Давид, и я по этому поводу очень задумался, и он на 200% прав. И он мне сказал такую фразу, я его процитирую. Он мне сказал, Мурат, я сам обожаю красивую одежду, вкусную еду, классный дом, квартиру, дорогую машину. Это все очень хорошо и круто. Но если у меня этого никогда не будет, я сильно не расстроюсь. И посыл его в том, что вы можете любить и носить, и пользоваться всем тем, чем хотите, на что у вас хватает денег. Просто не надо вокруг этого строить свою личность. И не надо это возвышать. И понимать, что это просто пыль глобально. Это вот просто, да, хотелка твоя сделала, не сделала, плевать. Но в моменте, когда ты строишь вокруг этого свою личность, а если говорить серьезно, возможно, я ошибаюсь, ощущение по этому человеку складывается, что он вокруг этого построил свою личность. Вокруг этих вещей, этих колец, этих рубашек, количество денег, то, что он на патриках. И, то есть, эти все вещи, Базару Джексон, быть на патриках – отличная идея. Кушать дорого – супер. Просто не надо строить вокруг себя, вокруг этого свою жизнь. Потому что в жизни есть вещи в десятки, а то и в сотни тысяч раз важнее, чем все это. Знаешь, что можно сказать? На тот свет ты эти вещи не заберешь. Вот. Это такие, знаете, ребята, базовые какие-то вещи. То, что ребята сейчас проговорили, там, Мурат, Вова. Это вещи, которые обычно, вот, ты приходишь, когда ты мелкий, подросток, и кто-то говорит тост. И ты такой еще нон-конформист, такой, не такой себе, такой, опять эта херня, да блин, как же круто быть, наверное, таким, как он. Или как же круто стремиться и иметь все это. А потом, когда ты вырастаешь, и у тебя появляется что-то из этих материальных благ, и у тебя есть доступ. Ты понимаешь, что ты счастья и удовлетворения от этого не испытываешь. Ну, конечно, конечно. Как у меня в детстве, что ты в 25-26 лет купил, наконец-то, комп, о котором мечтал, а играть вообще не хочется в него. Ну, это немножко другое. Это называется уже игровая импотенция. Знаешь, то есть, когда у тебя, ты в детстве, у тебя нет возможности, тебе хочется вообще все поиграть. А потом у тебя появляется этот компьютер, и у тебя выбор открыт. Играй в что угодно, но ты сталкиваешься с тем, что у тебя слишком большой выбор. Что все тебе не нравится. И ты такой, блин. И вот, ну, и нахрена я тогда такой купил крутой комп себе, да, например? Не, ну, помимо этого, даже если я что-то нашел, я не получаю того удовольствия от этого, от этих материальных благ, которыми я могу себя окружить, которого бы хотел получить. Я не получаю удовлетворения. Эти же люди, они изображают удовлетворение, поэтому вот очень часто можно услышать о том, ну, как же эти звезды такие богатые, но при этом ходят, ходят все время, страдают депрессиями, сидят там на антидепрессантах. Бро, мне кажется... Потому что эти богатства, они никак не освобождают от всех остальных проблем и вопросов жизненных. Спасибо. Спасибо. Как зовут? Анна. Хорошо. Вот, вот сейчас я подключусь, ребят. Реально вам говорю. Ты женщину видел поэтому? Потому что я теперь не могу вот этих вот. Сейчас скажут, я там торошница, я там, блядь... Вас запикают, да? Да что ты спойлеришь-то? Нас ничего не запикают. Да нет, я не спойлерю, вот просто я их как-то замечаю. То есть вот первого, да, вот этого молодого человека я видел, и мне было смешно, когда он говорит, он это говорил как-то с иронией, со Степкой такой. Мне было смешно, поэтому я удивился, что вы такие, типа, он вокруг этого построил культ. Я думаю, дай... Но вот сейчас, сейчас по полной буду влетать, реально. Вот давайте просто... Ты хочешь сказать, что предыдущий чел это пост-ирония? Ну да, 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 скорее всего. То есть он же там видно, что он такой, я умею любить, там, из достижений, говорит, у меня ничего нет, я могу садиться на шпагат. Вы это услышали? То есть это все, что... Да, да, безусловно, безусловно. Поэтому как бы... А эти все, они нихера не умеют, но сейчас нам навалят, что они там курсы, вот это все, там я научу вас быть женщиной. Вот это всякая херня, которую я не перевариваю. И таких на Патрике, я вам еще скажу, есть еще одна точка, кстати, в Москве, где такие сидят. Это Москоу-Сити, почему никто про это не снимает? Там есть камеры и все остальное там сидит. А как это? А Москоу-Сити, это такой, это знаешь, что Москоу-Сити это колхозные Патрики, понимаешь? Да, да, наверное, да, я соглашусь. Но Москоу-Сити это колхозные Патрики. А Патрики это все-таки, вот знаешь, это такое вот прям, вот это прям, ну ты знаешь, это вот Киану, Хэппи-Энд, вот эти вот места. Попкой Аркадия Новикова запахло, когда вы... Да, ребят, знать бы кто все эти люди, я с вами согласен. Ты не знаешь, что такое Аркадия, ну у них же ресторан, Аркадия Новикова. А, господи, все, понял, да-да-да, у него же сетка, по-моему. У него попкой запахло, помнишь? Да, Киану и Хэппи-Энд, Киану и Хэппи-Энд, это просто кафе на Патриках. Помнишь, как я сейчас затаскивал тебя на Патрике пьяный, Давид, лет 7 назад? Да, да. Ты так ненавидел это все. Я говорю, да пойдем, пойдем. А почему? Да просто я пьяный был. Почему я ненавидел или почему он меня затаскивал? Почему ненавидел? Нет, ну затаскивал, это классика для меня тоже. Во-первых, у меня не было денег, меня раздражает, когда у твоего друга есть деньги, и он тебя зовет в какие-то места, а у тебя нет денег. И он тебя заставляет идти, и ты ему говоришь, что нет, у меня нет денег, надо же тратить на это говно, у меня нет денег, чувак, отстань. И он говорит, все равно пойдем, мне нужна компания, нужны тебе деньги. И ты идешь, там вот такой вот, стоишь, блядь, такой, терпишь нахуй, обтекаешь, а там вокруг вот эти вот ходят, Луи Виттон, и ты стоишь такой, господи, блядь, лучше бы в дотку ебанул бы там. Блин, но я как-то, я не знаю, видишь, то есть ты такой, блин, вот у меня нет денег, да надо как-то проще, наверное, к этому. Нет, сейчас мы уже на сайте, но... Жизнь разная штука, да-да-да, но тогда даже, вот ты такой, видишь, даже тогда общество так воспитывается, что все там Луи Виттон, мне это не по карману, понимаешь? То есть, видишь, люди используют вот эту одежду для того, чтобы подчеркнуть статусность. И базару ноль, я к этому никакой претензии нет, но есть у тебя бабки, трать их на что ты хочешь. Ну все согласны? Да-да-да, базару ноль. Но когда ты этим кичишься, немножечко другое, да? Вот видишь, вот это то, о чем я говорил 10 минут назад. Да-да-да, поэтому я согласен с тобой, я же полностью согласился. Бро, и еще, Давид, но ты же, блин, но ты же не сказал самую главную вещь, что мне всегда было все равно, сколько у тебя денег на кармане. Я просто такой рад был видеть тебя, брата своего. Да это понятно, брат, но все равно мне как-то притягиваются эти места. У меня интересы еще были другие, понимаешь? Я вот в этот момент там хотел там поиграть во что-нибудь, в комп зарубиться, а у него интересы были вот... Не, ну я хотел типа, понимаешь, когда ты был рядом, мне легче было знакомиться с девушками. Потому что я чувствовал, что у меня есть типа... Парень. Если вдруг ты к ней подкатишь, и она скажет нет, ты скажешь, вообще-то я гей, что нет-то, блин? Что нет, я просто типа... Позвольтался, хотел по-дружески. Да, по-дружески типа, да, вот, вот, вот такая история была. Анастасия. Сколько зарабатываете? То есть вы, погодите. 300 плюс. То есть вы... Угу. Ходили туда знакомиться с такими женщинами? Ну... Не, мы ходили... Да нет, меня брали за кого-то. Да-да, я понял, получается. Один человечек точно туда ходил, получается. Не-не-не, сто процентов. Я пьяный ходил, а там есть вот... Вот я сейчас знаю, где-то вот там за углом... Может быть, сейчас уже нету. Лет пять назад был, шесть даже. Был клуб, хэппи-энд назывался, и я туда пьяный. Есть, есть, я проверял месяц назад. И я пьяный туда приходил и знакомился с девушками. Но, правда, как бы у меня... Я алкоголик, вот, поэтому после 12 я особо не соображал. Я не говорю, что я типа... То есть, опять же, я подчеркиваю, у меня плохо получается знакомиться. Я просто ходил и иногда пытался, и все. В основном меня все посылали. Не, бро, не. Я не умею знакомиться, понимаешь? Я не умею флиртовать, не умею знакомиться. И вот я общаюсь с девушками так же, как мы сейчас общаемся. Вот я так подхожу, такой говорю, типа... Я бы тебя отсосал реально. Ну, то есть, это что, не работает? Но, понимаешь, как бы... Это только на мужчин работает. И именно так заканчивался каждый вечер. Поэтому я не любил туда ходить. Да, понимаешь? То есть, и это только на мужчин почему-то работает, бро. Я не знаю, почему. Я не против, я за. Просто хотел поэкспериментировать, поэтому к женщинам подходил. Я, кстати, в Москве сижу, не могу то же самое сказать. По поводу чего ты имеешь в виду? По поводу мужчин. А, да, точно, да, да, да. Блин, мы же между двух огней еще. Мы не можем осуждать и мы не можем поддерживать. Ты прикинь? А я еще и стример с Твича, но живу в России. Мне как бы нужно поддерживать. Но я не могу поддерживать, потому что я живу на территории РФ. Поэтому я осуждающе одобряю, понимаешь? Просто молчи. Ты знаешь, так загадочно смотри в сторону. Пускай люди гадают. А что, о чем он думает? Осуждает он или поощряет. Или поощряет. Просто загадочно смотри в сторону. 300 плюс. А вы? Ну, больше 50 тысяч долларов. 50 тысяч долларов? 50. Просто у меня все скачет. Классно, а чем... Что у тебя там скачет, блядь? У меня пульс сейчас скаканул. 50 тысяч долларов в месяц. Что за пиздец? Ну, окей, не, ну... Чем нужно заниматься, чтобы зарабатывать 50 тысяч долларов, типа... Так она 5-10. Она неправильно выросла. Минут 5-10 пятого утра. Да, да. Минут 5-10. Чем? Без 15-10. Классно. А чем она занимается? Вот давайте послушаем. Давайте посмотрим. Вы занимаетесь? А, я нутрициолог. Кто? Классно. Нутрициолог. Кто это? Я тоже не знаю, блядь. Это люди, которые помогают вам правильно питаться, чтобы у вас, типа, работал ЖКТ правильно, и вы могли похудеть. А это не диетолог? Нет, ну, они помимо этого еще могут прописывать всякие штуки. Ну, ты же согласен с тем, что это звучит уже, как будто это какая-то наебалова какая-то. Да, очень много инстаграмных нутрициологов. Каких-то слов, слова какие-то вот эти вот, вы их слышали? Я вот не слышал. Я слышал, знаешь, почему? Потому что я изучал, типа, рынок инфо-цыган, просто для того, чтобы снимать ролики. И оказалось, что... И стать инфо-цыганином тоже, да? Да. Без инфо. Я продолжаю. Курсы на бусте, подписывайтесь. Он сказал, без инфо-то слышал? Я осуждаю, ЖКТ. Я не смогу, у меня информации нет. Я по итогу буду просто цыганином. То есть, тут будет сложно. Минусов-то нет никаких. Да. И, короче, суть в чем, что помимо людей, которые продают там всякие таро, гадания и прочая всякую хрень, есть еще очень много людей, которые продают здоровый образ жизни. В Инстаграме их просто тьма. И они, как правило, любят выбирать, типа, около такие, скажем так, медицинские термины для того, чтобы написать у себя. Мама троих детей, нутрицолог. И вот это вот все. Поэтому я слышал про нутрицологов. Нет, действительно есть нутрицологи, которые там, да, обучились этому и работают в больницах. У них есть практика. Но 99% нутрицологов, о которых вы слышите в интернете, работают в Инстаграме. Мне просто интересно, а чтобы стать диетологом, нужно же, скорее всего, закончить медицинские же, правда? Чтобы стать нутрицологом, стопудово. Да. Да, я думаю, сейчас живем в эру того, где не нужно ни людям дичь. Да, здесь плюс оно уже. И вот это стрёмно, потому что потом мы видим, как они ходят по Патрикам. Ну, я не знаю конкретно за эту девушку, то есть я не буду утверждать. Я вообще в целом, ну, рынок как, да, то есть вот эти родологи, нумерологи, вся вот эта хуй сосня, как говорится, да, которую я бы в тюрьму сажал, если честно, будь моя воля. Понимаете, нутрицолог, он что делает? Он, по сути, да, может направить тебя на правильное питание. Для того, чтобы работать с каждым человеком, с каждым субъектом, да, и чтобы это было правильно, нужно подбирать для каждого, собственно, индивидуальную какую-то диету, индивидуальный подход к этому правильному питанию, потому что нет никакой, да, там, условно, бумажки, на которой написано, как всем питаться, и чтобы все стали здоровыми. И для того, чтобы вот этот индивидуальный подход к каждому человеку найти, как ему правильно питаться, ну, это нужно изучить состояние организма каждого человека. Для этого надо быть как минимум врачом. Давид, я все равно не понимаю, в чем разница между диетологом. Ну, то есть такое приземленное слово, которое всегда было. Я тоже не понимаю, честно говоря. То есть, грубо говоря, я просто пытаюсь вам донести ту мысль, то, что выдумывают новые слова для того, чтобы, как вам сказать, повышать заинтересованность в этом. Да, вот мы сейчас... Я реально заинтересовался, думаю, кто такой, блядь, нутрицолог. И вы мне реально рассказываете. Хотя, сказала бы, диетолог, я бы понял, я думаю, ай, ну, ладно, типа. Смотри, прикол в том, что это такое... Почему это популярно в Инстаграме? Потому что диетолог, он лечит людей. Ну, то есть, по сути. А нутрицолог, он дает советы, по сути. Он консультирует. То есть, вот в этом... А диетолог не может консультировать. Короче, смотри. Диетолог может консультировать. Я посмотрел сейчас в гугле. В общем, вот смотрите, просто принципиальная разница. Погоди секунду, пять копеек, погоди. То есть, получается, скорее всего, чтобы быть диетологом, тебе нужно образование. Чтобы быть нутрицологом... Медицинское. Скорее всего, а точно не нужно. Вот. Ну, все, давай говорим. Не нужно в их мире. Я считаю, что в любом случае, если ты такие советы раздаешь... Да-да-да, конечно, конечно. Работаешь в клинике, работаешь или как-либо? Нет, онлайн. Онлайн. Консультируй, да. Вот о чем я и говорю. Онлайн консультацию. Да-да-да, онлайн консультация, бля. Блять, говорят, Инстаграм заблокирован. Я в крипте работаю, в криптовалюте, кстати, работаю. То есть, стопудово не надо никем быть, не надо ничего знать, не надо ни на что учиться. Просто я, блядь, онлайн консультирую. В крипте? Да. Ну, там же разные сферы в крипте. Да, я торгую токенами недооцененными. Ага. То есть... Я про вот эти вот токены слышал последний раз от вебкам-модели. Я, по-моему, у Варлам... Блин. Там же есть токены, которые лавенс подрубают. Вот это. Да-да-да. И все, пошло-поехало. Вообще не понимаю, о чем вы, ребят. Да ладно, хочешь сказать, ты когда на ПХ заходишь, у тебя вкладка дополнительно не открывается. Ну, давай не сочиняем. Я даже не знаю, что такое ПХ, честно тебе сказать. Черно-оранжевый Ютуб. Вообще, я не... Я не понимаю, о чем вы говорите. Да ладно, что ты сочиняешь-то? Я просто... Если ты заходишь... Я просто не смотрю конкурентов. Я не смотрю конкурентов, ребят. У тебя не получается с девушками познакомиться. Единственное, что тебе остается, это знакомиться с черно-оранжевым Ютубом и рекомендациями. А минусы здесь будут какие-нибудь? Минусов нет. Просто так вот говорю. То есть, как Баффет зарабатывал когда-то сто лет назад? Да, классно. Я сейчас зарабатываю на ПХ. Надо обменять своими контактами. Баффет сто лет зарабатывал. Мне интересно, она тон-коин закупила, вот тон закупила сейчас. Я вообще не понимаю, что это такое. Я думаю, она сейчас... Ребят, короче, просто я чуть-чуть... Хамстер это херня какая-то, если честно. Я, короче, к чему говорю? Она вот сейчас сказала, что она много зарабатывает, а вчера там что-то кое-кто объявил, и вся крипта просела. Я думаю, сейчас ее доход резко упал. Если он у нее был, конечно, это все не ложь. Потому что я подразумеваю, что все люди, которые дают вот эти интервью и рассказывают про какие-то свои небесные доходы, они, как правило, ну, как минимум, утрированы. Мне кажется, просто с криптой никто ничего не понимает, в основном в массе своей. То есть есть ребята, которые шарят в крипте, но они особо вот такое смотреть не будут. Они себе работают потихонечку, встают в 9 утра, торгуют, и все такое, и зарабатывают очень много на инсайдах, на еще чем-то. И самое простое, чтобы никто как бы не доебался до тебя сказать, я в криптовалюте поднимаю деньги. И, ну, никто же не поймет, понимаешь, то есть, а как это так? Ну, значит, какие-то схемки, может быть, у нее есть. Какие-то токены недооцененные. Что за недооцененные токены? То есть она не привела пример. Мне интересно, что она сравнила себя с Вороном Баффетом. Мне вот интересно... А я не понял, кто это, кстати. Ворон Баффет – это очень... Ладно, очень богатый человек. Это, короче, старый Илон Маск. Это старый Илон Маск, только он занимался... Он не занимался научной деятельностью, он только... Ну, то есть он не был таким поп-культурным, скажем так, да, и не интересовался научпопом. Он больше был про финансы и про экономику, если я не ошибаюсь. Мне просто интересно, вот Ворон Баффет тоже такое платье носил? Если бы он его одел? Ну, как минимум, про Баффета я слышал, что он владеет акциями очень крупных компаний, типа Apple. Я думаю, он этот ролик посмотрел и заплакал очень сильно, потому что... Он очень старый, он вряд ли. А вот, я посмотрел, он... Блин, он до сих пор супербогатый, guys. У него... Во-первых, он все еще жив. Во-вторых, у него 135 миллиардов долларов. А сколько ему лет? 93. Ух ты. То есть 100 лет назад он еще не был рожден еще. Поэтому я не знаю, это... Короче, малолетка, блядь. Да, короче, да. Они тоже над нашими шутками посмеялись. Ну, конечно. Инвестирую, торгую, да. А вы тоже? Сейчас идеальное время. А, то есть и наставник, и... Ну, я делюсь своими сделками просто. А, сделками. Хорошо. А посоветуйте ребятам, которые мало зарабатывают, сейчас начать много зарабатывать, что им посоветуете? Вот они там 20 тысяч зарабатывают. Менять мышление. Менять мышление. О-о-о. Ну, сейчас поменяем мышление. Вот у всех вот этих инфо-цыган это меняй мышление. Нет денег, блядь, поменяй мышление. Нет дома, блядь, купи дом, блядь. Билл. Так они чаще всего так и говорят. Если у вас нет денег, просто подумайте о них. Это же непонятно. Нормальная идея вообще. Это про аффирмации. Нас опять отсылают. Стандартные. Конечно, конечно. Тебе нужно вслух произнести, что у тебя есть деньги. И всегда произносить. Вот ты 50 раз произнесешь, деньги появятся. Как у Арута. Вот он 50 раз сказал о том, что у него 10 миллионов. А деньги не появились, кстати. Да, кстати. А вот вам и доказательства. Арута так и не показал. Мы просили у Арута показать хотя бы 500 рублей на карте. Он так и не показал. Он вместо этого сказал, вон у меня там сзади жена, если что. Блин, мне просто интересно. У меня иногда склад... Ладно, Мурат, извини. У меня иногда складывается ощущение, что у него даже косаря нету рублей. То есть все настолько плохо, что у него реально даже косаря нету. Ему говорят, ну, Арута, ну покажи хотя бы 100 рублей. Он говорит, да у меня все в битве. Я не держу просто на этих картах. Вы видели, как он приложения показывал, которые можно редактировать? Ну, это вообще мем был, если честно. Я даже орнул. Я, честно, не очень понимаю его мотивацию. То есть он настолько глубоко заблуждается в жизни, он настолько глубоко ничего не понимает, что он думает, что вот количеством денег он может подкупить, я не знаю, или купить любовь людей, которые там... Особенно Ксении Собчак. Вот это было удивительно. Он хотел Собчак деньгами. Удивительно. А вы видели, да, что он пришел в бронежилете с книжкой? Да, да. Я сначала... Вот это еще шутка была такая, там, она начала рассказывать, пересказывать историю Титаника. Ну, то есть... И в какой-то момент мне показалось, что он даже поверил, что это реально было. Он сначала верил. Да, да, да. Потом поймал. Я думал, он на последовательном не поймал. Потом, когда она начала прям уже слишком жесткие рофлы говорить, она уже такой выкупал. А я, по-моему, даже видел, как ты смотрел это. Волф, ты. Ну, может быть, может быть. Не, я имею в виду, что я был у тебя дома в этот момент. А. Я был у тебя дома, и я следил за тобой. А что ты делал у меня дома? Следил просто за тобой. Ну, он правда говорил, что он следит постоянно. Я уже начинаю побаиваться. Это какой-то сталкер. Посмотрите сериал Ю, там про Мурата много всего рассказывают. Я смотрел, если что. Я смотрел три сезона, блин. Или два, там, по-моему. Прикинь, меня Давид доставал этим... Больше полугода, и он называл меня, по-моему, Джо, да? Да, да, да. И когда я ему звонил, аватарка вот этого Джо Голберга. Да, 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 когда Мурат мне звонил, у меня фотография этого Джо была. Да, вы не смотрели Олененок сериал? Смотрели. Смотрел, Мурат смотрели. Ну вот, Мурат, ты можешь быть именно ей. Причем про нее он имеет в виду вот этого транса женщина. А там была транс женщина? Да, конечно. А, точно, я забыл. Не, 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 не про нее. Про полненькую такую, которая там была. Он говорит, не, не про нее. Вы раскрыли, ребятки, зрители, вы раскрыли суть, зачем мы позвали Вова. Короче, если вдруг вам будет казаться, если вам будет казаться, что за вами кто-то следит, знайте, этот человек сидит среди нас. И я там Мурат и смотрел. Развивать социальные навыки, блок развивать, общение с людьми, понимать, что хочется именно, не отказывать себе, то есть не соглашаться на меньшее и понимать цели. Вот прикинь, вот прийти с этими охерительными мыслями вот к работяге и сказать, ну ты должен социальные навыки просто развивать, у тебя просто мышление надо поменять, ну ты вот просто там хуячишь на работе. Да, и на меньшее, и на меньшее количество гаек не соглашайся ни в коем случае. Конечно, не соглашайся, надо понимать свои цели, чувак. И он такой, как же ты права, все, блядь, бросаю свои кредиты, все, уезжаю, буду поднимать миллиарды. Ипотеку будет выплачивать мое мышление. Да, да. Нет, я просто представил сейчас лицо какого-нибудь врача из государственной клиники где-нибудь в провинции, далеко-далеко, у которого несколько детей и много кредитов, и он видит это видео, и ему говорят, просто поменяй свое сознание. Просто, ну... Это все у тебя в голове, чувак. Я понимаю, ты работаешь скорой, десятки вызовов, на все не успеваешь и даже не спишь, но ты так мыслишь. Развивай свой блог. Общайся с людьми этими, реально. Стрим, стрим, просто стрим, как ты вводишь в скорую помощь, и все. В чем проблема? Блин, ну, кстати, вот по стримам реально могу сказать, что это не особо напряжно, и, в принципе, любой может влететь, просто многие боятся там рискнуть, знаешь. Нет, я не согласен, чувак, стримы это очень напряжно. Нет, 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 многие не понимают, то есть многие сравнивают стримы с заводом, а я говорю, ну, вот ментально уставать, это тоже пиздец какой-то. Я думаю, вы понимаете, про что я говорю, вот это выгорание, особенно когда 10 лет одно и то же делаешь. Вот я сейчас стримил 10 лет, практически, там 9, по-моему, с половиной. Но многие просто говорят, а что, стоит попробовать? Ну, если у тебя работа позволяет, не говорю бросать ее ни в коем случае, а вдруг не получится, и что ты тогда делать будешь? То есть, если у тебя работа позволяет, по стрим попробую, а вдруг повезет, понравится, потом пойдет. У меня просто вообще не получается стримить. Я пытался, типа, десятки раз, если ты увидишь нарезку моего стрима, на котором 200 просмотров на ютубе, ты умрешь просто. Я тебе говорю. Это настолько скучно. Я настолько скучный. Ну, вот вам ничего не мешает, я то же самое делаю, то, что вы просто на Твиче, я смотрю в лайве, да, то есть, вы снимаете видосы, а я в лайве смотрю. Мурат сам любит наблюдать, когда за ним наблюдает много людей, ему сразу некомфортно, понимаешь? Ну, да, как Джо прям, да-да-да-да-да. Так, черт возьми, что у них в голове. Мало ли там следователь будет в компании всех сидеть и тоже наблюдать. Да-да-да-да-да, и после записи ролика я такой скажу, типа, знаешь, что я скажу такого? Волов скажет, блин, типа, у меня так жарко, и я ему скажу, а так включи свой кондиционер, Panasonic. И он такой, а я не говорил, что у меня Panasonic. Поймал на пиздеже. У меня Mitsubishi Electronic. Бля, было бы круто, если бы, бля. Ну, я бы сейчас стернул, если бы ты угадал, я бы такой, чё? Хочешь прикол? У меня тоже Mitsubishi здесь. А чё ты не сказал тогда? Причём у него машина Mitsubishi там стоит, и он включает внутри неё кондиционер, чтобы в дом продувало. А вы видели, нет, чел в квартиру себе копейку завёз, короче, через балкон. И у него, короче, в комнате реально машина стоит. Вы не видели этот видос? Нет. Можно было попросить собрать её сразу в квартире, зачем затаскивать. Ну да, он её, если что, кусками засунул туда, там сварил дом, и она у него стоит сейчас. А это чё, это дом, типа, какого формата, хрущёвка или что? А, ну да, ну вот такая, обычный домик, понял, многоквартирный. Как он туда запил, ну, блин. На том, чего хочется, когда всё получится. Классно, что посетить? Ну, идти в новое, что просто это, да, идти в крипту. Ко мне. Да, и путешествовать, общаться, учить английский, сто процентов. Да, ну, кажется, это очень... Ты не можешь выучить английский, я не понимаю, без денег? Буквы написаны, возьми буквы, и окей. Reading this text. Just read it, bro. Нет, точнее... Я сразу нашёл здесь. It's easy. Just take a book and read words. Just read it, you know? Just, you know? Keep learning English. Keep learning English. А чё это? Я не пойму, а зачем нам твой английский? Реально, блин! А чё это нам твой английский? Это чё, это запад? Это запад, да? Зарабатываются такие деньги. Классно. Мы живём ещё больше, больше. Мы живём не в России. А, не в Таиланде. Да, в Таиланде. В Таиланде, в Таиланде? Классно, я к вам приеду скоро. В Таиланде, в Дубае живём. Зачем ты к ним приедешь? Это угроза была. Ты чёрт возьми, сворачиваешься, сворачиваешься, да. Это Мурат берёт интервью. Да, 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 да. Я приеду скоро. Да, да, да. А адрес какой, можно сказать? Да, да, да. А я уже знаю их адрес, причём этого парня. Отсуждаю. Ну всё, Сувер. Отсуждаю. Спасибо. Ну всё, Сувер, спасибо. Меня зовут Тали. Сколько зарабатываете? Ну я в среднем миллион зарабатываю. Серьёзно? Да. Юаней. Я не перестану шутить по поводу Юаней. Это моя любимка, если что, из этого видеоряда. Чел стоит. А ты что в интернете смотрел, да? Конечно, конечно. Вот смотри, стоит воздух с Патрика заряженный, вы видите? Стоит, блядь, на Патриках и продаёт этот воздух. Он же, блядь, везде вокруг. Зачем ты тут на Патриках продаёшь этот воздух? Ну это шутка, прикольно, но ты что, не понял? Какая шутка? Она реально это продаёт? Не, я понимаю, но типа кто-то по Рофлу покупает, ну прикол же. Какой бы воздух вы бы купили, ребят? Вот типа, вот если вам сказали, что вам нужно какой-то воздух купить, я не принимаю ответственность. После Бати. Что, блядь? Просто воздух после Бати, все поймут. Ладно, окей, а если я скажу тебе, что нужно выбрать какое-то место? Воздух, место, где был Батя. Да. Ну, блин, ладно, окей. Диван. Запах дивана, на котором Батя. Ну вообще я про туалет, ну ладно. Не, ну что-нибудь. Хорошо, допустим, какое-нибудь место, если бы это имело какой-то эффект, вот, да, то есть ты при этом условии. Да, не, ну неважно, просто выбери место, после которого, вот, из которого локацию, местоположение, место, из которого ты бы хотел бы иметь воздух, действительно. Я бы хотел иметь воздух с Выхина. Ага, интересно. Я бы очень сильно хотел бы, наверное, иметь воздух с Хогвартса. Вот реально... Такого не существует, брат. Такого не существует, реально, ты чего? Ты что, думал, Хогвартс реально существует? Хогвартс это выдумка, как и Выхина. Ты что, не знал? Бля, бля, чат. Я, кстати, жил на Выхина. Чат, объясните, пожалуйста, этим бумерам, я уже не знаю, как их назвать, или старичкам, что Хогвартс существует... Объясните этим маглам, что Хогвартс существует, ребят. Да не существует его. Хочешь сказать, что Волан-де-Марта тоже не существует? Нет. не существует волан-де-морта да да а ну хорошо ладно то есть деда мороза кстати деда мороза не существует волан-де-морта не что подарки тебе в детстве родители дарили под елку они делал он-де-морт и волан-де-морт да возможно поэтому у тебя такой шрам здесь а вот и увидел мой ты видишь мой шрам но у него шрам не просто вот такой один а еще одна поперек осуждаю волан-де-морт оставил какой-то уже азербайджанский волан-де-дольф я нумеролог со сместила нумерологию и и стиль и хуйню я одеваю людей и считаю их по ходу смотри а в их цвета прикинь она короче стакает цифры с цветами оди разные одежды и одевает их под это понимаешь с алкоголиками просто просто в синий да отлично который приносит им успех деньги и классное состояние я не знаю ни одного алкоголика который бы который оделся бы в синий и ему это принесло деньги я вообще не знаю ни одного человека которого определил цвет одежды я только слышал что знаете девчонки делают некоторые я может быть и парни делать я только от девчонок слышал они короче ставят счастливое число на заставка экрана телефона и который будет приносить деньги и это тоже вот эти все нумерологи интернетные в этом и прикол не в этом же так делает я я у меня есть guilty pleasure я читаю телеграм-канал милена чужова и рассказывал что у нее счастливое число стоит на экране какое я не помню честно говоря я сейчас подумал восемьдесят восемь минут не существует а так можно было бы реально почему восемьдесят восемь минут не существует ну то есть у тебя ладно я согласен короче в основном то все занимаются вот вот этим вот да не все окей я начал обобщать я не прав большинство вот кто верит в эту всякую байду и хуйню это реально девчонки я тоже я даже статистику подводил есть пацаны безусловно но их намного меньше я думал что это только девчонки таким страдают потом чем больше я снимаю я убеждаюсь что парни тоже то же самое прямо один в один статистика та же единственная разница то что для парней совершенно другие заходы совершенно другие темы мне девчонки это нумерология чаще таро там астрология то парни это всякая там мотивирующая херня типа да вот всяких там арсенов маркарианов и прочих прочих чуваков которые вот продают вот этот вот воздух это всякие криптаны типа которые наебывают вот на таком это всякие там ну вот эти темки тем но я я вижу я же тебе говорю то есть у тебя то например ну крипта но можно как-то там поучиться а те гарюту из магия казино ставки на спорт но девчонки это вот больше к магии вот я тебе что хочу сказать то есть такое чего-то прям непонятно не слишком недооцениваешь вов насколько вера в победу на ставках на спорты в казино это часть магического мышления типа поэтому если ты думаешь что только девчонки страдают у меня бетерка партнер кстати осуждаем реально партнер bad да 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 конечно а ты типа нормально к этому относишься я не знал слушай я типа раньше я плохо относился потом короче начал чуть лучше относиться естественно для меня под запретом сейчас одна вещь это казино но вообще гэмблинг в любом случае это плохо ну то есть вообще любой гэмблинг ну ставки они тоже это тоже гэмблинг но ты в курсе что это типа зависимость к игровой зависимости приводит то же самое конечно конечно я в курсе и вот у меня немножечко грызет совесть ну как немножечко на меня грызет иногда но например с этим партнером я закрываю потребности в организационных вопросах еще чем-то чего сейчас к сожалению невозможно сделать из-за ситуации которую ты знаешь финансово да я типа это кстати часто аргумент который используется в футбольном бизнесе то есть крупные компании говорят о том что мы просто мы не сможем давать такое количество чемпионатов мы не сможем также покупать футболистов не будет также игра популярна и также распространена не будет всех тех мероприятий которые проводятся на таком уровне если не ставки на спорт то есть этот аргумент я много раз слышал что организационно я тебе еще просто скажу например у меня же то есть я ты игровой еще стример по совместительству иногда в игры играю и мне например очень важно получить какой-то эксклюзив на какие-то матчи вот я после вас сейчас пойду например counter strike комментирует где будет эксклюзивное право на трансляцию только у меня на канале это тоже большой бонус то есть тут даже в основном то доход это очень хорошо до сто процентов но еще есть всякие приколы по типу приглашение куда-либо новые знакомства то есть организационные такие вопросы ребята это ты имеешь ввиду через через да 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 через них соответственно это ж не только вот ставки то есть намного глобальнее все уходит у нас есть на канале интервью выходила с доктором магалифом психиатром да который работает с лудоманами и вот снимал и советовал послушать там очень много про казино и ставки типа есть очень много аргументов у да владельцев как правило игрового бизнеса который утверждает что ставки это не то же самое вот и там полностью этот я по моему смотрел там не на черном фоне случаем сидят ребят там еще стример был который сам что-то пушил там по моему я снимал интервью с психиатром и я понял я просто другой ролик какой-то еще видел поэтому да тут как бы я не знаю насколько уместны наши какие-то советы насколько тебе это будет выгодно то есть но мне естественно я скажу честно мне вот естественно это не выгодно не понимаете это безусловно но смотри вот на самом деле ты говоришь не выгодно да вот даже если опустим мораль этом этику или там совесть так далее неважно ты же понимаешь что когда ты откажешься от беттинга и поставишь на этом крест к тебе придут большие рекламодатели подожди в этом и прикол что сейчас так не работает раньше так было я вот говорю как человек с твича я же тип со времен когда на него вообще рекламодателей не было то есть от 2016 по моему 17 и у нас тогда еще я не знаю вы помните наверное на ютубе тоже было такое были кейсы сраны только вот эти кс коробки ты их там открывал и только это у нас из рекламодателей было потом произошло так что начали приходить большие бренды начали отказываться от тех у кого стоит ветер а сейчас рынок настолько перенаселен с ветером потому что он легализован у нас стране если что то есть понятно с точки зрения морали это может быть плохо потому что лудоман в мать свою заложат и все и у него минус жизнь соответственно будет но закон то я не нарушаю по факту до . точки зрения морали это не очень очевидно меня но с точки зрения закона я чист не ну это базар и и сейчас например даже крупные бренды уже закрывают глаза и встают рядом вы можете даже заметить там на всяких мероприятиях каких-то то есть спонсор прямо в один встают раньше такое действительно было когда они не вставали рядом сейчас это уже просто крупные во всем мире рекламируют ставки на спор здесь киберспорте тоже да я просто я просто мышь я часто обсуждаю в том числе эту мысль о том что закон вот на их стране я к тому насколько можно доверять да я не говорю конкретному а всем государством и всем законам вот то есть 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 законы которые априори на стороне не очень хороших вещей как в случае со ставки на спор то есть британская корона скоро на короне себе напечатает один икс хрен понимаешь еще кстати важно учитывать например то что блин это сейчас будет звучать знаете как будто я там оправдываюсь нет естественно я признаю что за мной такое есть я просто поясню как много например среди беттеров которые просто блокируют все пиздят у тебя вообще все весь твой баланс который ты выиграл еще что-то это вот как раз таки сейчас прозвучала вот эта вот компания за которой если вы помните промежуток 2017 года было он иницирован ничего вот это вот я короче просто поясню я не рассматриваю и не рекламирую с точки зрения дохода эту херню то есть почему я взялся например и почему я подпросил в этом плане я короче использую с целью развлечения потому что просто так турнир мне смотреть не интересно короче я короче залью там две тысячи три тысячи вот я сейчас пойду я буду залью и у меня будет так задница сверкать понимаешь потому что я смотрю на это как на развлечения да но проблема проблема есть люди которые смотрят конечно конечно а люди смотрят с целью заработать поэтому у нас популярные бетки и сраные казино вот казино это вообще для меня я прям ненавижу то тогда так мы поэтому и говорим про чаще всего ссылаемся на морально этические законы они на законы государства потому что с морально этической точки зрения зная положение дел до которому стоит у большинства людей в мире как бы подталкивать их в том числе там и совсем молодых и как бы своим лицом легализовать ну вот даже мой любимый братишкин даже он там мой любимый стрим но как вы меня сюда позвали то блин тогда как вы это не увидели то блин я не знал я не знал нет но здесь понимаешь вопрос не в том что типа все это тип не рукопожатный я все-таки надеюсь что я все-таки надеюсь что рано или поздно но если что у нас изменится ситуация да я буду в эту сторону работать потому что слушай я тоже в какие-то дряхлые времена рекламировал вот эти говнокейсы то есть я тоже говнокейс рекламировал когда был маленький очень то есть и за мной такой грешок тоже есть я же всегда в роликах даже говорю о том что ребята цель не в том чтобы вот когда я рассказываю да там про кого-нибудь то хуйней страдает в интернете там рекламируя казич моя цель не в том что вот он урод рекламирует казик давайте отменим его и перестанем да вообще его а у меня прям жесткая отмена нерукопожатства если человек в казино влетел у меня прям вот настолько окей но если он откажется от этого и если выступит против и типа уйдет от этого я не буду к нему также относиться все время потому что вот он когда-то это сделал пошел проверять я у него дома или нет на самом деле это же подписчики под как-то услышал ты же не в на уж я убежал от вас да но чего вы тут меня притягиваете и от вас сразу по собрался побежал короче не раньше понравились смотри на все они не они так а то есть вы хотите сказать я в таких шортах не смогу к вам приехать без пояснения на патриках на патриках ты не сможешь пояснить за такие ладно у тебя шорты как у дудя брат еще он же такие он же любит узкие джинсы 2013 года вот это шорты пацаны что вы меня были блин не 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 было клево клево ну все надо было камеру тушить когда встаю по поводу внешности вообще претензий нету очень красиво выглядишь да серьезно блять я тоже в джинсы просто обычный брат мы просто отрезали эти сраные джинсы попробуем да я так и понял ладно это тоже заряжаешься потому что черный цвет поглощает все то есть оператор полностью в черном осуждаю вы поняли логику вы поняли логику черный цвет притягивает тепло вот этот солнечный поэтому ходите в черном блин конечно конечно покупайте черную машину успех он как ультрафиолетовые лучи он на самом деле поглощается черно конечно конечно же знать как он не знаю что это такое расскажите видишь деньги написаны на английском это тоже притягивает маня если ты скажешь маня это денег больше сразу скажешь деньги 500 рублей упадет а если скажешь маня это пять тысяч долларов на патриках очень много людей мы посмотрели это реакция будет длиться вечность я боюсь мне на компе сейчас ну вместо закончится нравится что у нее сзади плакат выиграть сундук золото говорят о том что они продают воздух и мы решили реально продать воздух и люди сегодня покупали даже предупредили деньги в крипте поэтому давай раскроем секрет сколько ты заработала продавай воздух тысяч 30 мы заработали тысяч тридцать ебануться месячная зарплата в регионах просто продавая воздух даже ребенок купил воздух ну наверно мама ребенка не девочка 14 лет купил на свои деньги у нее был сундук со своими деньгами она выиграла сундук золото и она так сказала типа она так сказала даже даже ребенок купил как будто бы это на это хорошо типа они обычно же дети ответственно относятся к покупкам да они все время и проверяют все сто раз они такие взвешенные даже ребенок купил это что взрослые убоёбы блядь идут покупают там какую-то херню это все равно что у взрослого конфетку отнять да это то же самое а прикиньте девочка подходит говорит блин у меня на ла нет можно я на крипту короче тридцать двадцать скину снимать маску а там брошу темненькие глазки она вообще усопщак сидит как ты считаешь много ли бизнесменов продают воздух ну мне кажется это дело каждого но классно было бы если бы ребята продавали твердые результаты тогда бы конца бизнес твердые результаты слышала инфобизнеса слышала слышала слышали он реально джо я тебе серьезно говорю это не шутка да слышала короче она она сказала инфобизнес то есть они у них свои своя терминология там обязательно твердые результаты инфобизнеса твердый результат это значит наверное гарантированный но опять же они все используют такие слова знаешь вот необычный оборот слов они используют это прям вот почерк их постоянно и на понятие подмена конечно 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 они же еще и слова выдумывают всякие чтобы заинтересовать больше яс и и у них есть два подхода знаешь есть когда они пытаются подход когда они пытаются говорить более сложными типа научными около научными терра да 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 и есть такой подход сейчас уже начали к этому приходить, типа говорить простыми словами, более понятными людям, и даже немного подстебывать сложные слова. Вот я такое заметил на подкасте у Беляковой. Они даже иногда мат вкрапляют в эту свою речь, чтобы... Ну вот знаешь, когда у тебя бывает препод, который... Ближе к народу. Да-да, знаете, когда препод, который может там пошутить в твою сторону и в свою сторону. Такой, самый ироничный. И всегда там ученикам... Это добавляет баллов, да-да-да. Вот то же самое они пытаются делать. Это политтехнологии. Начали относиться более серьезно, как бизнес. Ну это невозможно, чтобы все продавали. Сейчас же это тренд и самые легкие деньги. И все пытаются продать непонятно что. Главное лишь бы заработать денег. Ну классно бы, если бы люди не засоряли, так скажем, эту нишу. Потому что потом сложнее продавать. Ну так и будет. Так уже, мне кажется, происходит. Бля, знаете, это короче, это я и бетинг, про который мы разговаривали. Я такой, да бля, это типа не очень хорошо, блядь. Вот было бы здорово, чтобы никто это не делал, блядь. А сам стою такой с баночкой, блядь. Блин, ну я не знаю, короче. Их очень много, правда. Меня очень раздражает вот это. Но с другой стороны, я вот думаю, блин, ну этим же... Ну то есть, вы понимаете, что сейчас раньше мамонта нужно было притащить. Найти его надо было, окучить, чтобы обмануть. Сейчас мамонты сами тебе в директ пишут. Их не надо ничего делать. Ты просто говоришь, вот купи. И он реально покупает. А потом он такой, блядь, какой-то воздух мне продали. А ты типа сразу не думал, что тебе на успех никто ничего не расскажет? Ну да, понятное дело, что есть большое количество людей, которые не понимают, куда и на что отправляют деньги. И типа ведутся на такой обман. Здесь опять же, с морально-этической точки зрения, насколько правильно быть тем самым волком, который поглощает их. То есть, насколько правильно... Ну, каково это быть вот этим вот девом, который типа, ну я лучше, чем они, я право имеющий. А это всего лишь, да, твари дрожащие. Но это же такая чуть ли уже и Достоевская, и библейская история. То есть, ну... Я, например, для себя считаю непозволительным. Я тоже жду закона. Я закона жду. Я очень жду закона. Я надеюсь, дойдет до того, что вот этих вот... Я вообще как предлагал? Скажем так, она в рындаче была, и я как бы смотрел уже на нее. У меня было предложение узаконить вот это вот, либо наоборот не узаконить. То есть, либо их стричь самих налогами, пиздец какими, если ты продаешь инфо вот такой курс, и у тебя, подчеркну, нет образования. То есть, грубо говоря, все курсы, которые продаются в Инстаграме, в основном продаются теми, у кого нет образования и квалификации в этой должности. Да. Разрешить узаконить то, что ты можешь продавать курсы, если твоя квалификация, твое образование позволяет тебе обучать. И ты еще обязан подтверждать. Да. Каждые несколько месяцев. Да, у меня не будет вообще никаких претензий курсов. Не, ну не месяцев, Давид, лет хотя бы. Месяцев это с ума сойти можно. В зависимости от того, какая специальность. Есть некоторые специальности. Брат, даже врачи в раз в несколько лет перепалификацию проходят. Но врачи, это более связано с жизнью, скажем так. Но просто у них все меняется очень быстро. Это одна из самых таких сфер, где вот каждый несколько лет уже все меняется. Правда, до людей-то доходит намного-намного дольше. Но именно в сфере научной деятельности, исследований у врачей они обязаны это знать. У них все очень-очень быстро меняется. И даже они раз в два года, по-моему, если я не ошибаюсь, проходят переквалификацию, там ходят на разные там митинги, как там за конференции, да, научные. Осуждаю митинги. Не, ну ты понял, митинги с английским. Знакомство, знакомство на всякие. Да, знакомство. Вот, значит, да. И я полностью с вами согласен обоими, но как будто бы, конечно, стоило бы раз в несколько лет сделать. Хорошо, мурак, сделаем. Раз в несколько лет. Сделаем, сделаем. Я передам там. Да. Хотя бы реально быстро передавали бы. Окей, посоветуй ребят, которые мало зарабатывают. Бля, я не знаю, я бы лучше пердел бы пердел бы в баночку и продавал бы свой пердеж. Кстати, ты знаешь, что нашлись бы люди, которые купили бы. Да, конечно, нашлись. Ты видел же, типа, есть онлифанщица, которая воду с себя продавала. Спокойно брали. Я тоже хотел про это сказать. Да, брали, брали. Ты же тоже хотел этим занять. Ты же хотел помыться и продавать. Я в Армении, когда-то в Армению приезжал Каньи Уэст вместе с Ким Кардашиан. И они искупались в озере, который прямо в центре, такой маленький пруд, прямо в центре города. И там Каньи даже дал маленький концерт в этом пруду. И некоторые люди продавали воду из этого пруда, где купался Каньи Уэст. То есть покупатели находились, причем по всему миру, поэтому здесь... Вы изра смеетесь, ребятки. Я бы на самом деле, вот на что бы я потратил бы деньги, вы, наверное, сейчас не поймете, о чем я, но ребята, которые интересуются Каньи, его, значит, деятельности, поймут. У него был тур в 2013 году, один из самых сильнейших туров всемирных его, где он ходил в такой бриллиантовой маске. Я не уверен, там реальные бриллианты или нет, но учитывая, что Каньи, скорее всего, реальные бриллианты. Он вообще первый придумал эту идею с масками, типа потом у него начали все перенимать. Вот я бы на нее потратил бы до хрена денег. Ну, типа в рамках, конечно, адекватных. А зачем оно тебе? Ну, вот просто как... Ну, какой-то артефакт, знаешь, вот так вот, чтобы вот он у меня был. У тебя магическое мышление, Мурат? Да. Не магическое мышление. Для того, чтобы заработать на эту маску, нужно продавать воздух с Патриков. Будешь заниматься? Нет, нет, нет. Просто ты сейчас... Не, ребят, не прикалывайтесь, типа... Покупка артефактов, это такая же часть магического мышления. Это как, типа, купить гитару Курта Кобейна. Камон. На гитаре играть можно. Да, хотя бы. А маску носить можно. С бриллиантами? Да тебя тут отпинают на улицу. Да, да, кстати, нормально ты сказал, реально. Кстати, в общественных местах в таких полностью закрытых масках тоже запрещено ходить. Ну, типа, где ты будешь ходить? В ней дома? Да иди в жопу, короче. Иди в жопу просто. Сказал, поделился, блядь, своей, вначале магическое мышление. А потом сидит просто такой, смеется. Ага, как это можно купить? Но маску Канни Веста, в которую он срал, я бы... Блядь, он в ней выступал, он там, блядь, ну, короче, вы ничего не поймете, блядь, идите в жопу, блядь, этой магической битвой, блядь, этим магическим мышлением. Он выступал в этой, блядь. А трусы, в которых он выступал? Мои трусы ты купишь? Твои куплю, конечно. Не, если ты станешь пиздец каким популярным, да. Но только с целью, чтобы их продать потом. А сейчас ты бы не купил бы мои трусы, Вовти? Да не-не. Я бы и свои не купил. И никого бы не купил трусы. Чувак, ты сейчас серьезно... А вот трусы Канни Веста можно было бы перепродать. Ребятки, напишите в комментариях, считается ли желание Мурата... Купили бы вы мои трусы, ребят. Не, это-то понятно, все бы купили. А считается ли, да, вот это отношение Мурата к этому атрибуту Канни Веста частью его какого-то магического мышления или еще хуже, идолопоклонничества? Да дело не выдало поклонничестве, а просто в создании коллекции какой-то, понимаешь? Ну, тогда, получается, тебе еще маски надо было бы покупать. Нет, почему маски? Типа, если бы у меня... Смотри, Вов, смотри, у меня. Допустим, я... Уоррен Баффет, да? Нет, ты не Уоррен Баффет. Ты не такой богат. Ты сказал, за приемлемую сумму я бы ее купил. То есть ты все-таки считал бы деньги, которые бы потратил. Да, ну, допустим, допустим, давайте поменяем. И я скажу, а Вове все равно, он сейчас пойдет там заниматься своими делами, он, смотри, смотри, он там... Да, он уже все. Не-не, я слушаю, погоди, я просто это самое... Маску ищу. Скажи, пожалуйста, вот ты бы вот эту маску за сколько бы у меня купил? Не за сколько. Почему? Это из Call of Duty? Я не знаю, откуда это, но вот смотри. Ты бы за сколько купил? Не за сколько. Мне она не нужна. Не, ну, понимаешь, мне на самом деле... Я буду с тобой сейчас честен, надеюсь, ты сделаешь выводы после моих слов. Вот сейчас, когда ты сказал, что ты не купишь мои трусы, вот прям конкретно ты меня задел. Я вот честно тебе скажу. Не, Мурат... Да похуй! Извини. Не уходи от темы, вот реально. Да. То есть является ли это идолопоклонничеством, кстати? Потому что... Почему именно Канни Веста и почему этот концерт? Почему бы, там, условно, мою маску ты бы не купил или любую другую, чужую? В чем прикол этой маски? Что она дает? Ну, я не знаю. Если бы у меня было бы много денег, я бы хотел бы себе какую-то определенную коллекцию из каких-то вещей таких ценных, которые имеют историческую важность какую-то, да? Я думал, ты просто любишь коллекционировать чужие вещи. Не, 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 бро. Бля, как в сериале ты. Да? Я тоже понимаю. Он же там со всех девушек собирал артефакты. А еще ты можешь... Кстати, сериал ты после первого сезона стал намного хуже, да? Да, он скончился откровенно. Там поездок стало очень много. Да, это прям... Ты можешь с чужих тел забирать частички пота и бальзамировать, создавать духи. Так бы... Парфюмер прям? Да. А зачем ты описал мою деятельность нынешнюю? Что начнешь делать? А смотри, там же было, ну, как сказать, идолопоклонничество там было в конце. Я просто не посмотрел. Он стоял и такой вот так облился, и все начали там обниматься внизу. Обниматься? Ты это так называешь? Я не хочу, чтобы тебе... Заниматься волшебством. Собирали воздух с Патриков, короче. Мы на Ютубе, а не на Доме-2. Вов. Ты перепутал. Первое, это обучаться. 100% идти к обучению. Идти к человеку, который делает больше денег, но не за красной таблеткой, да? А за энергию. А за синей. Потому что каждым приходим за энергию человека. Второе, не думать, что быстрые результаты будут. Есть накопительный потенциал. Идти в страхи свои. Это правда работает. Даже вот такие вещи, когда ты делаешь, что идет расширение, и ты уже в своем бизнесе делаешь больше. И не боятся, так скажем, предлагать свои услуги. И постоянно обучаться. Сколько много общих слов, и все они настолько похожи на предыдущие тейки тех девчонок. Да пошла на нахуй. Я вообще уже так притих, потому что мы тут час совместели. Я думаю, надо хотя бы просто продвинуться две минуты. Да, я тоже решил помолчать. Думаю, давайте, я думаю, заметят они, значит, они пиздетели. Нет, я хотел... План, чтобы ролик продвинулся. Мы сейчас, седьмая минута ролика, мы вот следующего и вот эту девчонку слушаем от начала до конца и не комментируем. Как вам? Давай. Давай. Кто первый скажет, тот гей. Кто первый поставит на паузу, тот гей. Подожди, а минусы какие-то будут? я сейчас каждую секунду буду паузу. Я просто превращусь сейчас в знак паузы, чтобы... Мне как бы вообще... Ладно, давай. Кодил эти каминг-аут, мне давалось это тяжелее. Сейчас еще раз обучаться 100% и применять это в жизни. Огонек, спасибо. Саша, прекрасно. Сколько вы денег? Кабец, Саша, привет. Приходите на концерт, пожалуйста. Нет, я не могу не стопнуть. Короче, я заявляю, я гей, вот это конкретно меня вот раздражает. Я кое-как держался. Я ненавижу Сашу Белякову. Я как ее увидел, я такой, господи. Пацаны, я просто на себя удар принял, все нормально, можешь выдыхать. Все, пошла нахуй. Я не ожидал, что она будет следующей. Зачем я это так сказал? Ого! Классно. Давай возьму еще интервью коротенькое. А может быть такое, что типа эти ребят... Вот этот чувак, который берет интервью, это вообще откуда взято? Объясните мне, пожалуйста. Вот этот вот чувак, это у него свой канал, типа... Свой канал, запрос. Он популярный? Ну, нет. Наверное, не знаю. 180 тысяч, по-моему, у него на канале. Может быть такое, что некоторые люди просто ему платят бабки или договариваются, чтобы он их засунул в свой ролик, чтобы типа... Фух, спасибо, что ты договорил ролик. Ну, вы поняли, что... Ну, может быть, наверное. Это просто договорняк. Особенно в случае с Беляковой это вполне возможно. Это просто договорняк. Я вам больше скажу. Стримеров, короче, некоторых даже оплачивают, чтобы они клипы какие-то послушали. То есть это прям такая нормальная практика, поэтому, возможно, да, он мог такое сделать. Да. Но он как бы понимает, что он еще и лоялен. Он просто вопросы задает, оставляет как бы размышления для комментаторов. Не боишься упасть сюда? Миллиона одного. Не, ну, миллион один, это мне точно такого не будет. А каким должен быть мужчина, чтобы быть с тобой? Какие-нибудь топовые качества? Ну, приходить в помещение. Должен детей запускать там. Друг, это странный вопрос, считывая, что она замужем. Да, 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 да. Сейчас она будет, ну, как минимум, описывать Косенко или куколдить Косенко. Тут два варианта. И, скорее всего, второе, кстати. Да. Я, кстати, осуждаю вот это слово. Одновременно, возможно, второе. Возможно, ей нужен именно куколд. Осуждаю тебя. Она сейчас вдруг опишет. Мне нужен такой, чтобы... А что ты осуждаешь-то? Нельзя говорить это слово. Это жанр. Это ориентация. Да. Короче, рассказываю, почему я осуждаю. Потому что у меня в правилах это написано. Это первое. Второе. Потому что основная платежспособная аудитория, это вот эти как раз. Твоя? Да не моя, блядь, а в принципе, вы же видели, наверное, на Твиче. Вы на Твиче видели, что за пиздец происходит среди стримеров? Симпы. Симпы, дайте я. Блядь, и это тоже осуждают. Это другие люди. А, это нельзя, да? Симп, ладно, похуй мне. Симп это человек, который, как тебе сказать, возжелает девушку, знает, что, как бы, она там с кем-то встречается или еще что-то, но при этом он очень сильно ее хочет, представляет, и ему все равно на это. Это очень опасные люди и страшные, если что, я вам так сразу говорю. То есть, эти люди потом превращаются как раз-таки в Джо. Теперь он, теперь его под конец начал угрожать нам. Понял? Что, нет? Это опасные очень люди. Это опасные очень люди. Ты свой язычок-то нахуй. Вы на самом деле охуеете, но на Твиче пара таких людей даже известны в кругах стримеров. Пара таких людей есть. А почему их не банят? Вот вопрос. А о, людей этих? Да. Если они такие опасные. Ну и что забанят? Они все равно будут на улице тебя искать. Не, они же могут создать новый просто аккаунт, и все. Ну да, ну то есть, одно дело стримера захуячить, другое дело подписчика, понимаешь, да? Да, подписчик может просто новую карту привязать, новую почту создать, и все, и let's fucking go. И IP сменить, и все. А на почте его, в интернете его нельзя забанить? Я не разбираюсь просто. В интернете не, нельзя забанить никак. Так, ну короче, а куколды, это которые, как тебе сказать, целенаправленно, вот твою дочь, ой, что я сказал нахуй, твою женщину кто-то ебет, а ты на это смотришь. И тебе это нравится, понял? Сексуально. Осуждаем, конечно же, это, да. Вот, поэтому как бы... Ну таких людей много, кстати, держу в курсе. И это не только мужчины, кстати. Еще есть и женщины. Женщины тоже такие есть? Конечно. Которые, типа... ЖМЖ, да. Вполне. Ага. Я вошел. Это я. Короче, главное, нужно быть Сергеем Косенко. Он даже быть Сергеем Косенко. Ну что, какие... Ну, только чтобы его не наебывали, как Сергея Косенко в Сауде, а иначе это кринж какой-то. То есть вы слышали, да, последнюю историю? Да, ебать, я орнул, если честно, с этой хуйни. Это очень смешное тело. Конечно, с Сергеем Косенко тебе больше всего нравится. Это, знаешь, вот... У него такой же вопрос... Это, по сути же, тогда Саша Куколт. И она сейчас описывает Сережу, она любит Сережу, а Сережу выебал какой-то Игорь из интернета, по сути. Угу. Ну, может быть... Да не, мне нравится, как многие курсы у них берут, а они такие, блин, меня кинули, кинули, и тут он прилетает такой, говорит, там, какой-то шейх, бля. Извините за частотую матов моих. Просто у меня реально эмоции, эмоции. Я когда Сашу вижу, у меня тоже сразу начинает. Просто давали, и он просто гениально ответил. Он сказал, что если я выделяю какие-то качества, то это значит, что я их как бы выделяю, а другой как бы исключаю. Ну да, да. И я как бы не принимаю... Мы самые важные... Может, скипнем, а, вот это... Но для меня... Сашу? Ты настолько ее не любишь? Да ну и че? Ну вот этот... Я, я, вот это... Все, идите, отдыхайте. Она, кстати... Я тебе больше скажу. Она здесь, насколько я знаю, еще раз будет. Пусть второй раз посмотрим. Первый, пусть своей картонкой ходит там. Пропусник. О, блядь. Окей, спасибо тебе большое. Да, у меня тоже очень хорошие ассоциации. Ну, помимо, да, вот этого, еще удивительно, это очень большая площадка. То есть, там реально выступают мегазвезды. Крокурс Сити Холл, это огромная площадка. Там, типа, Егор Крит, типа, выступает. Ну, ничего себе. И Канни Вест. Не, просто Егор Крит очень популярный. Ты недооцениваешь, насколько он популярный, чувак. Боже, боже, мама, я схожу с ума. Да уже давно не боже, боже, он там уже с Оксисом был. Ее улыбка, мама, кругом голова. А я его знаю по треку Любовь Сити. Это что за трек? А это старый такой трек. Слово люблю потеряло свой смысл. А-а-а, да-да-да. Как жизнь. ВК еще тогда. Круто. Я его еще знаю под ником, у него был другой ник, по-моему. Не Крит, а другой, чуть-чуть. Какой? Это не он? Не, бро, ты что-то уже совсем полетел куда-то. Джастин Бибер. Ну, по-разному. Помните времена, когда все Ромы Жолуди с Тибали Джастином Бибером? Да. Хейтинг. А теперь он эскортница. Я хочу вернуться в эти времена. Мне не нравится. Вы видели? Посмотри, короче, у меня заказ для вас. Посмотрите видосы Ромы Жолуди, где он про эскорт рассказывает. Это вообще мясо. Такая пушка, я говорю. Это просто эмоции. У нас есть видос, где Рома показывает свою хату в Дубае. Это очень спешно. Он идет вот так вот, и сзади него камера, и он говорит, this is my living room. Это очень круто. Я обожаю Рому Жолуду. Это гений. А ты знаешь, что у нас был подкаст с Ромой Жолудем три года назад? Нет. Да, мы не остались. Да, у нас остался ты на канале или нет? Я не помню, честно говоря. По-моему, его страйкнули за что-то. И сейчас надо посмотреть. Да. Да. Там Рома рассказал про свою книжку. Крутую. Как он ее скоро напишет. В итоге не написал. Мы у него четыре раза спросили, гей он или нет. И он сказал, он четыре раза сказал, что он просто любит людей. Я до сих пор не понял, что это значит. Значит, он бисексуал. Ну, и там, конечно, бисексуализмом даже не пахнет. Там, конечно... Сексуализмом меня убило в этом все. Да, погнали. Let's fucking go, guys. Треста. Да, конечно, выше ста. Выше треста? Да. Классно. Чем занимаетесь? Я коуч. Коуч. Коуч Картер. Она тренер Картер. Просто все нормально. Трансформационный. Это что значит? Он с виситом делает. Это значит, что... Нет, все понятно. Это значит, что ко мне приходит человек в одном состоянии, а выходит в другом. Так мы про любой. Что она делает? Вы его бьете, говорит, слышь. Вы его бьете. Приходит в одном состоянии, а уходит в другом. Как в фильме «Биздень», помнишь, Давид? В жидком он уходит. Зачем мне коуч, чтобы прийти в бар, например? Я прихожу в одном состоянии, ухожу в другом. Зачем мне психолог? Я прихожу в одном состоянии, ухожу в другом. Но зато как она сказала? Трансформа... Блядь, что? Трансформационный бизнес. Угу. Класс. Класс. Был же этот чувак трансформатор, а как его? Да-да-да-да-да. Так у него же сейчас там тоже обыски пошли, не? Да, у него тоже какие-то проблемы начались из-за налогов, насколько я помню. Какие успехи достигали клиентов? Ну, выходили на высокий уровень дохода как минимум. Прямо сразу же? Или в течение года? Ну, конечно, в течение полугода до года. Ну и хорошо, я могу тоже дать советы, в течение полжизни он когда-нибудь выйдет на доход. Это что, типа, моя заслуга будет? Ну, конечно, нет. Ты не трансформируешь людей, а она трансформирует. Ну, то есть от одного раза придешь ко мне на один раз, я тебя трансформирую. Где-то через там два годика взлетишь, знай, это я. Ну, конечно, конечно. Очень много людей сейчас, кстати, трансформируется. Это вот предупреждаю, трансформация незаконна. У них там трансформация незаконна. Трансформация незаконна на территории Российской Федерации. Правильно, база. Вот и все. Конечно, да. Посмотрите, ребята, которые только начинают свой путь, хотят много зарабатывать, а не знают, как много зарабатывать. В чем секрет успеха? Пробовать, действовать, не сидеть. Сидя, ничего, на вас не свалятся. Никакие деньги. Очень классно. Блядь, да кто сказал? Только стоя свалятся деньги. Нет, мне очень нравится вот это, то, что она говорит, не сидеть. Вот это. А мы тут сидим такие все в носу ковыряем, где бы деньги взять? Наверное, да, вот такие вот покупают курсы, где им просто говорят, верьте, просто верьте. Ни хуя делать не надо. А что если... Огромные качества людей обломовых. Просто не встают никуда. А что если это, типа, CEO какой-то компании, ему приходится сидеть, то есть он в офисе сидит 24 на 7, он управляет большой компанией, ему тоже теперь не сидеть, иначе он ничего не заработает. Или ног нет, например. Встал, постоял, осуждаю. Да, если у него... Да, в смысле урод, но если вы... Это вы уроды. Зато член до пола. У человека нет ног, ему вот из каждого утюга кричат, ну хватит сидеть. Что ты сидишь, у тебя так ничего не получится. Ну, да, тут, конечно, тут сложно не согласиться, почему она... Не, но вы, конечно, доебались, конечно, сейчас. Это же исключительные такие случаи. Да. Я считаю, вполне распространенные. То есть много работают. Пропать, просто действовать. Просто надо что-то делать, и все. Что-то делать или... Ну, вон, закладки раскидать, да, где-нибудь там нормальные. Что же делать? Осуждаем, конечно же, не поддерживаем. Можно в шахте работать. Но на фоне же ничего не делать, это же тоже получается что-то делать, понимаешь? А в чем шутка про работу в шахтах? Я не понимаю. Это одна из самых сложных работ, кстати. Фух, я думал до меня докопать. А в чем шутка? Не, на самом деле, это одна из самых опасных еще. Опасные работы, которые очень серьезно влияют. И шахтерам респект. Я не понимаю этого ведущего. Кстати, я читал, что... Проверьте меня в комментариях, могу ошибаться. Несколько раз на это натыкался, что у шахтеров, короче, проблемы больше с тем, что они вдыхают очень много неприятных газов, нежели с тем, что там обвалиться может. Я вдыхаю этот воздух. Откуда эта песня? Ты знакомая? Это шаман. О, плюсуем. Да, на самом деле, правда, все вот это вот порода, там металлы тяжелые, оно все оседает на легких, и ты, даже если ты прилично зарабатываешь, тебе потом полжизни придется себя лечить. Да, 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 и поэтому... Это очень опасная работа. Именно из-за этого она считается опасной. То есть именно из-за этого риск повышается, а не из-за того, что... И она высокооплачиваемая из-за этого. И типа... Но не всегда, кстати, высокооплачиваемая, я вам так скажу. У меня есть знакомые... Часто бывает такое, что она выше оплачивается в среднем по региону. Оно в перспективе не окупается потом, понимаешь, потому что ты все будешь на таблетки тратить. Да. Поэтому... Кажется, что вы там делаете не то, что у вас нет там одобрения, поддержки какой-то, то, что все не получается, все равно нужно продолжать. Вот и все, не останавливается. Это самый главный секрет, и я говорю это всем. Как вас зовут? Здравствуйте. Милана. А сколько зарабатываете? Блин, вот почему-то... Вот я так Милану себе и представляю всегда, когда говорят Милана. Нету такого ощущения? Да, да, но... Как будто бы для нее придумали имя Милана. Да, да. Сидит в гелике такая... Милана. Я не знаю, почему. Что? Милане докопались. Нормальное имя. Ну, плюс-минус. В год или в месяц? В месяц. А 100 миллионов в год это в месяц? Ну, 7... Блин. 100 миллионов в год это в месяц. Это я в детстве, блядь. Да, это я в детстве говорил. Да, я, блин, 100 миллиардов буду зарабатывать, блин, в будущем. И вот это все. 100 миллиардов в год я зарабатываю. У меня был знакомый, я рассказывал уже в одном ролике, который придумал себе брата популярного, который с Тони Хоуком на скейте катался. И он обещал, что Тони Хоук приедет, потому что у него брат в Л.А. А ты врал вообще в детстве, Давид? Я очень много, я всегда. 5, 7, 10 лет, типа. А я не врал. Я очень много врал. Я вот тоже не врал, кстати. Но я, блядь, пиздец, наивным был. Мне старший брат, мне все время... Короче, есть старший брат, который на 4 года старше меня. И он все время мне врал, что, типа... Он один раз мне сказал, что, типа, если ты будешь смотреть на Луну, то тогда, короче, у тебя все глаза будут белыми. И, короче, я, где-то, 3 месяца летом, когда мы оставались у бабушки, а там же в Луну хорошо видно. Смотри. Да. Я на Луну смотрел. Я не врал, Мурат. Блядь. Короче, я 3 месяца. Прикиньте, я 3 месяца. И я, причем, достаточно... То есть я был ребенок, но мне было, типа, лет 7, может быть, 6. Я все равно в эту херню поверил. Я такой, блядь. И 3 месяца не смотрел на Луну? Ну, старался, типа, вот так вот, учитывая, что Мурат жил на Луне, было сложно не осмотреть. Ты что, Лунтик? Я даже не понимаю, типа, я даже не понимаю, это настолько плохая шутка, что мне смешно было, типа, с этого, понимаете, прямо от души угодно. Лунтика? Не, не, с шутки Давида. Твоя шутка была хорошая, Вов. А вы видели, там у Лунтика мама появилась, короче, которая его на 10 лет бросила, и она вдруг объявилась там, а пчела реально пчелы воспитывали. А в курсе, ребят, вы знаете песню вот эту про мамонтенка «Пусть мама услышит?» Да, конечно. Вы, прикиньте, я недавно узнал, что в конце мамонтенок, ну, вот в этом мультике, да, его, типа, слониха забирает к себе, и он думает, что это его мать. Он реально думает, что это его мать, потому что там даже обезьянка рядом со слонихой говорит, ну, это ж на тебя ж похож, типа, пиздец. И он думает, что это его мать, и верит в это искренне, что он нашел маму, но это не его настоящая мать. И я просто в детстве думал, что он реально нашел маму, я не различал слона и мамонта, мне как все равно было. А оказывается, это слонина. Расист, ебаный. Она такая охеренная. Да, расист, реально ты расист. Я слонист. И она такая, наш слон. И она такая охеренная, что она, как бы, типа, удочерила или усыновила этого мамонтенка. Пол не указывается просто. И поэтому я еще больше проникся этим мультиком, то есть этой слонихой. Реально, наша слониха, типа, реально, молодец. Это очень круто, я умилился с этого, типа, это реально прикольная тема. Ну, вот видишь, какой ты классный. Я? Да. Да нажмите уже play. Да. Мы сейчас не уйдем. А чем занимаетесь? А цифровой психологией сюцай. Блин. А, вот так вот поняли, блядь. Сюцай? Что такое сюцай? Вы умнее меня, очевидно. Что это такое? Братан, ты заблуждаешься, я очень тупой. Ты по пиздец, я не знаю, может, я первое впечатление на тебя произвел такое, я очень тупой, я ни одной книжки в жизни не прочитал. О, я не один такой. Психология, когда по твоей дате рождения можно понять, через что у тебя будет квантовый рост деньга. Ебать, какая тупая хуйня. Ебать, какая тупая хуйня, ребят. О, квантовый, блядь, рост. Я недавно слышал, еще раз отсылаю к этому подкасту, Беляковой были, и там всякие физики, ядерщики у нее были, подружки из Дубая. И они тоже рассказывали про квантовые скачки. И они сказали, что они каждый день совершают квантовые скачки в своем сознании. Я жду, когда прилетят инопланетяне, инопланетяне и просто разъебут всех. Вот они вот это видео посмотрят, они вот смотрят на таких людей и думают, бля, вот это что такое нахуй на них тут происходит? Бро, как думаешь, инопланетяне вообще существуют в нашей вселенной? Я думаю, да. В нашей вселенной. Один, как минимум, сейчас среди нас. Он сейчас про меня, чтобы ты понимал. Чего ты взял, что я про тебя? Урод, потому что ты мне так, когда мы по телефону говорим, я все время эту тему поднимаю с ним про искусственный интеллект инопланетян с Давидом, короче. Я иногда просто ему звоню, чтобы время убить. И я все время разговариваю с ним по поводу искусственного интеллекта инопланетян, и он все время говорит один как минимум точно передо мной. И как ты думаешь, как я понял, что ты про меня сейчас говоришь, а, урод? Я не понимаю, что я про себя говорил. Офигеть, но, блин, большие суммы на этом зарабатываете. А можно выйдете? Я пару вопросов задам вам. Да. То есть вы занимаетесь консультациями, я правильно понимаю? Он не сказал, что выйдете. А на парковку оплатила? Не знаю. А на таких машинах оплачивают вообще парковку? Я не знаю. Я никогда не видел, чтобы владелец гелика оплачивал парковку. Что консультируете, зарабатываете такие огромные деньги? Я провожу онлайн-тренинг, Гармония жизни называется. Обучаю людей, которые хотят гармонизировать все сферы своей жизни и в деньгах, и в личных отношениях, и в состояниях. Короче, какой-то хернёй мы занимаемся. А посредствуйте ребятам, которые мало зарабатывают, но хотят много. Мы какой-то хернёй занимаемся. Может, удалим все свои каналы? Я там твич свой удалю, напишу в поддержку. Ну, почему? Мы на канале тоже гармонизацией занимаемся. Ну, вот давайте гармонизировать лучше реально богатых людей. Давайте просто объединимся, откроем какую-нибудь бизнес-молодость, осуждаю, и будем там сидеть, прогревать людей. Я, кстати, думал о том, чтобы именно делать контент для олигархов. Никто же не додумался, что именно контент для олигархов. Ну, ты для этого бусти сделал уже, правильно? Да. Ну, вот и делаешь контент для олигархов. В принципе, там, да, список Forbes. Там Уоррен Баффетт, там Илон Маск, там все. Много начали зарабатывать? Что им посоветовать от страны, от того, что вы изучаете? Первое, это избавиться от энергозабирающих вещей. Это люди, это мысли, это какие-то... Вещей, это люди. Да, мысли. На твиче запрещено, так говорится. Какие-то дела. Второе, обязательно повышать... Сколько зарабатываешь? А что скипнулось? Много. Она там херню наградила, ее просто... Она как только людей вещами назвала, он решил, не, ну нахер. Вы заметили, что этот парень, он у некоторых вот спрашивает, типа, больше ста тысяч, а у некоторых больше пяти миллионов. Вот он как определяет, ну, вот... А внешнему виду, наверное? Ну, поможет. Ну, то есть, в данном случае гелик был подсказкой, возможно. Не, ну вот этой нет, гелика, это вообще уже... Ну, она выглядит довольно хорошо. Ухоженно, очень ухоженно. Поэтому, вот видишь, он сразу спросил. Причем Вова сейчас про интервьюера говорит, а не про этого. Про интервьюер справа сейчас, с белым. Больше. Больше десяти? Больше. Больше пятнадцати? Пятнадцать. Пятнадцать. Афигеть. Это много денег, вот большая эта пачка вообще? Вот какого хрена, я не понимаю, он постоянно спрашивает, если можно просто ответить, сколько ты конкретно зарабатываешь, и в конечном итоге вопрос, да, пятнадцать. Вот в чем смысл скрытия вот этого? Ну, чтобы вот диалог как-то... Такая загадочность. Загадочность, конечно. Нарезка, нарезка, брат, ты не понимаешь, это же все в ТикТоке, скорее всего. Ну да, он справа в ТикТоке. И, естественно, он как бы саспенс, понимаешь, там, больше пяти, больше десяти, и там люди продолжают смотреть, чтобы услышать цифры просто тупо подсознательно. Можешь? Да я тут куда-то знаю. Ну все же на карте, да? Я бы их не вижу даже. Ага, на что тратишь? Я тоже тогда 15 миллионов зарабатываю, я просто их не вижу. Да, я, кстати, ну, сто примерно. Это сколько, кстати, в месяц? Сто миллионов. Сто миллионов долларов? Сто миллионов долларов? Не, ребят, это в тенге. А, в тенге, если сто миллионов тенге в год ты зарабатываешь, что в месяц ты зарабатываешь? Это шутка, если что, про женщину в предыдущем ролике. Да, я знаю, брофи. Но я, если что, вам не покажу. Ну, то есть, вон там жена у меня сидит, можно у нее спросить, она докажет. Да, да, да. И ты вообще деньги не держишь на картах. Конечно, я вообще их не видел никогда. А я даже не знаю, что такое деньги, чтобы вы понимали. Но у меня есть, типа, дурац. Мурат искренний и истинный коммунист. Купаю квартиру, вот купил. Квартиры, квартиры. Вот, да. Где? В Дубае купил. Блин, офигеть, очень круто. А чем занимаешься? Онлайн-школа по РИЛСамая крупная в СНГ. Как вам такое, а? Как вам такое? Онлайн-школа, блядь, по РИЛСамна. Давай Мурата туда отправим, даже заплатим ей сколько-то, пускай там покажет талант. Да. Заметят миллионы людей. А может быть, я, типа, стану таким лазутчиком? Лазутином. Львом Лазутином. Лев против. Мы недавно на Бусте смотрели Лев против, это гениально. Ты в курсе, да, что Лев до чего докатился? Ты видел свежие ролики Лев против? Я слышал про это, ты можешь меня освежить в памяти, я слышал, там пиздец какой-то у него сейчас начался. Там пиздец, и там самое смешное дошло до того, что он уже приходит в места, где вот, да, в основном тусят эти маргиналы. И они уже его все знают. И там комьюнити вокруг него и вокруг его канала уже. Комьюнити вокруг него и его канала, который специально приходит туда, бухает и творит непотворство, и он приходит и тем самым плодит весь этот пиздец. И они еще там на протяжении всего ролика издеваются над ним. То есть иногда, если закрыть глаза на весь пиздец, то иногда это очень смешно, когда он приходит, и там все сразу лев, лев, начинает орать, издеваться над ним, лев, иди нахуй, толпой начинает скандировать там. В общем, это гениальное что-то. И самое ужасное, что он типа продает на Boosty то, что не вошло в выпуск, а то, что не вошло в выпуск, там типа голые какие-то непонятные люди, какие-то тинейджеры, которые блюют, блядь, еще какая-то херня. Или показывают, показывают, вот он недавно на Boosty продавал, как показывал какой-то подросток, типа вот так вот сделало, и он такой... Ребята, я что-то заинтересовался, где бы купить. Осуждаю. И он заблюрил, короче, и такой типа, а все это на Boosty. А, нет, тогда покупать не буду. Мне вот интересно, а это насколько вообще легально, что он тут... Это нелегально вообще, и как бы я думаю, что у него потом в дальнейшем с этим проблемы могут быть. Да. Через свой Инстаграм. Как ты вообще относишься к тому, что подписчики обычно говорят, хейтят тех, кто занимается инфобизнесменом, продают информацию и за большие бабки? А, ах уж эти инфо-цыгане, там, блядь, ну, блин, знаете, вот, а что вам мешает? Ну, иди, если ты хочешь, так же много... Это твоя логика, Вов. Да, 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 я это искал, я говорю, Вов. Ну, совесть. Ну, иди, заработай, это просто. Или, знаете, как говорят на девушку, вот мне писали, что на квартиру я насосала. Я такая, думаю, блядь, так идите насосите, в чем проблема? Блядь, ну, я бы, я бы, кстати, реально насосал, если бы была у меня такая возможность. Я вообще не вижу никаких проблем в том, что кто-то хочет насосать себе на квартиру. Я вижу проблему, когда вы обманываете людей и путем мошенничества зарабатываете себе на эти квартиры. Сосете бесплатно, согласен. Вот это уже непорядок. И вот если вы скажете, что вы отсосете за квартиру, а сами не отсосете, тогда это уже, конечно, инфо-цыгалство какое-то. Короче, мы идем по очень тонкому льду, господа, давайте помолчим. Давайте, господа, 18+, нам шик, и все. Ребят, давайте так, ближайшие три минуты ролика мы просто молчим. Давай. Три минуты этого ролика, видео которого. Не, ну давайте реально по-мужски договоримся. Ну что это, мы типа... Единственное, что можно делать... Кто нажмет на стоп в течение трех минут, тот натурал. О, ну не, давай не так жестко, типа, чувак. Да не, это вот самая жесть сейчас. Да не, это будет жестко. Это уже, ну слишком, чувак. Ну типа, камон, ну давай, нас дети смотрят. Просто. Ну да, да, это реально сложно, наверное. А посоветую начинающим блогерам, которые, например, хотят, чтобы у них рилсы залетали, вот у них не залетают. Что вам посоветят? В чем секрет успеха? Самое главное, это то, чтобы вам нравилось то, что вы снимаете. То есть прям глаза горели, и вы делали бы даже это за бесплатно. Даже если бы это ноль. Ну жми, жми, жми. Фу, натурал, боже, фу, натурал. Ты первый заговорил. Нет, это ты сказал такой, вы главное продолжайте, если вы точно уверены, у вас точно получится. Это ты сказал. Но заговорил же ты. А, или у нас был разговор по поводу паузы. Нет, кто первый скажет? Или кто первый поставит на паузу? Кто первый поставит на паузу? Ты натурал, фу. Не, я не натурал, нет. Давайте, ладно же, ну типа. Сила денег. Ребят, вот эти две минуты, мы молчим. Я вот так руки делаю, все. И даже если бы это смотрело, три человека. Привет, сколько зарабатываешь? Привет, за последний год получилось сделать один миллион долларов. Офигеть, огромные цифры. На что тратишь? Я трачу на путешествие и свою любимую жену. Чем занимаешься, расскажи. Я веду телеграм-канал и обучаю людей, как вести телеграм-каналы и зарабатывать через них. Сколько у тебя подписчиков в телеграм-канале? Сейчас это самый крупный телеграм-канал про инфобизнес. Серьезно? У тебя? Да, 90 тысяч сейчас. 95, наверное. Для телеграма это очень много. А как он миллион зарабатывает? А посоветую ребятам, которые хотят начать много зарабатывать денег, но зарабатывают мало. Что им посоветуешь? Я им посоветую покупать чужой опыт и не идти сквозь тернии ошибок в самостоятельном формате. Это самый короткий путь. Самый короткий путь. Купить опыт носителя того результата, который тебе необходим. Какими качествами нужно обладать, чтобы зарабатывать большие деньги? Нужно уметь рисковать. Один из примеров. Я сейчас буду ставить мировой рекорд. Это для меня очень большой риск. Ко мне приедет судья из Международной книги рекордов, который будет смотреть, каким образом я прям в онлайне сделаю. Что за пиздец он несет? Ох, спасибо. У меня миллиард уже, блядь, мыслей в голове и вопросов и шуток, во-первых. Во-первых, Артемий Лебедев. Да. Почему берут интервью, ну и важнейшей новостью последней недели будет то, что я отдал интервью на Патрик и рассказывал там про инфо-циган. Во-вторых, во-вторых, мне просто смутило, что у него типа 90 тысяч в Телеграме и типа это самый большой телеграм-канал про инфобизнес. По-моему, до хера всякого говно. Таких очень много, они все наебают, они все инфо-цигане. А как он монетизируется, у меня больше вопрос. Как он заработал миллион долларов. Да, да, да. Я знаю, что там условно какие-то... А в Киев конце скажешь, что он типа выиграл просто в лотерею, а это все не связано. Не, вот условно владельцы каких-то там Телеграм-каналов на уровне там топора, слышали, да, и всякое такое, мэш и прочее, они реально очень много зарабатывают. Но они все тоже какие-то, блядь, очень грязные ребята, честно говоря. Я-то новости читал, что там вообще пиздец. Да не, я вот... Да не, ну там вообще неважно про качество, я реально говорю, потому что они зарабатывают очень большое. Не, ну Телеграм-каналы, они очень много на рекламе выводят, очень много денег предлагают. Просто мне заебают, что у них там типа... Я вам расскажу сейчас про то, что я ж типа СММ ВКонтакте был, администратор, ну владелец сообщества ВК, и ценники там были маленькие по отношению с Телегой. Телега сейчас это прям вообще очень гигантские суммы. А сколько лет назад ты был? А, 2014-й, по-моему, или 13-й. Когда ВК еще взрывал, браво. Я там маленький был, очень маленький, но у меня уже было свое сообщество, благодаря которым, кстати, я пропушил свои стримы. Прикольно. Так много, кстати, кто делал, очень много блогеров. Да-да-да. В десятые годы имели паблики в ВК и... А где, интересно, дороже реклама, типа в Телеграме или в Ютубе? Мне кажется... В Телеграме. В Ютубе, нет? Нет. В Телеграме. Смотри, в Ютубе ценятся просмотры, капец как. И тут уж не важно, сколько у тебя подписчиков, просмотры прям очень сильно ценятся. И рекламы не так много, потому что на Ютубе сложнее рекламу делать, просто сложнее. Механизм рекламы в Телеграме, он легче, проще. Там проще покупать и проще ее делать пачками. На Ютубе ты не сделаешь так рекламу никак. То есть ты в Телеграме можешь поставить таймер, 10 реклам, 20 реклам, и у тебя на протяжении всего месяца они сами публикуются заранее заготовленным текстом, где тебя отправили джинсу, и ты написал все. Класс. Поставил на таймеры. Ну, то есть, видишь, в Ютубе же тебе надо ролик снять, куда ты будешь это интегрировать. Это затратнее намного. Плюс это аудиовизуальный контент, а не текст. Текст проще. И все. Я вообще больше не могу воспринимать, вот это я сказал, я последние, вот, наверное, лет, сколько, может быть, 5, ну, может быть, 3-4 года я вообще только в текстовом варианте воспринимаю новости все. Я не смотрю, то есть, раньше, вспомните, 10 лет назад даже, да, вот как все люди смотрели новости, да, как они там где-то услышали, где-то по телеку, где-то в интернете, а сейчас просто я не могу воспринимать новость, если я не увидел ее в текстовом формате. Я просто все потребляю. Проще, конечно, проще намного. И быстрее в 10 раз. 18 сентября максимальное количество миллионеров. Если это будет маленькое количество людей, то это большой риск репутационный для меня. Сколько зарабатываете? Он в книгу рекордов Гиннесса попадет, потому что у него большое количество миллионеров будет. Пошел он нахуй, короче, тоже. Привет, полный. Много. Больше миллиона. Да. В день или в неделю. Давай. Ой, бля, в день, бля. Или в неделю. Или в неделю, бля, нахуй. В секунду. В секунду, да. Чтоб там Билл Гейтс охуел, если честно. Да. В день. В день. Больше. Ладно, все, сори, все, все. Да все, хватит. Ну хватит, блядь, ребята, я сейчас опоздаю на свое мероприятие. Давайте уже... У тебя сейчас мероприятие. Да, да, да. Я же говорю, типа, мы тут сидим просто разговариваем. Час у меня есть. Мы осилим за час еще десять минут. Да, мы сейчас уже все... Все, Вов, скоро. Что? Все, три минуты мы не останавливаем. Терпим. Чтобы не случилось. Нет, я не могу. Нет, давайте вот потом уже потерпим. Вот сейчас... Серьезно? Они меня пить. Больше тридцати миллионов в месяц уходит? Трат? Нет. Заработка, заработка. Ну, я уже не знаю. Кстати, язык тела говорит о том, что когда вот ты несешь какую-то хуйню, ты постоянно ищешь поддержки в своем знакомом. То есть видно, она такая ха-ха, бам, и лицом смотрит на свою подругу, соответственно. Ты понимаешь, что под хуйней она подразумевает, то есть у нее в сознании, почему она поворачивается, потому что она кринжует с того, что она так смеется. Да, да, да. Ей не стыдно за то, что это говорит. Она ищет одобрение, короче. Да, но ей, понимаешь, проблема в том, что ей не стыдно за то, что она говорит, она этим гордится. А ей просто неприятно, что она в этом оказалась и что она так смеется. Вот в этом она ищет одобрение, бро. А ты сколько... Хоть мы психологи, а? Ну, меньше миллиона. Жить мы психологи. Лина Диана. Ну, меньше миллиона. я предлагаю скипнуть вообще и же да не пусть живут себе спокойно ну типа какие-то неприятные максимально и своих жизней скипнуть то можно ну и своей да можно зима а это нарезка мурат это лайф кроме курсов есть что-то где ты еще зарабатываешь все понятно спасибо спасибо муж дает деньги конечно деньги тебе 5 миллионов и этого мужа зовут зовут давид энштейн все я извиняюсь не а ну вот это было хуёво да да не брат тут типа зависть и так скажу я принимаю я вот сейчас я согласен я их хотите я уйду типа я я согласен сидишь у нас ведущий ушел тоже со ведущими да но он типа просто это психологическая атака была против него это это даже биологическое оружие уже была запрещена женевской конвенции ты в курсе да да это было жестко я извиняюсь перед господином бабаджаня нам я извиняюсь перед уж дает все равно мне кажется что так должно быть в курсе есть теория это кстати в тему их диалога что относительно эйнштейна эйнштейн он был на самом деле не очень умный ему все жена короче придумала просто публиковалась от своего имени то женщинам было сложнее пробиться а он типа как мужик научно так это такая легенда существует вообще за каждым заказывает известной личностью в какой-нибудь там отрасли науки то есть прям вообще классика это больше сейчас про по современную повесточку понял поэтому но как она была никто не докажет это это кстати не совсем неправда то есть я тоже слышал про эту теорию это прям вообще ну то есть это прям жестко я еще лично знаком с ним было пиздёшься ну вот тем более волгу с ним лишь а ты open геймер брат да я тебя понял я вот сколько зарабатываю после этого выпуска мы все open геи здесь а я никогда и не был клоуст поэтому ко мне не относится но типа я не знаю почему вы решили во время этого выпуска opens open нутся я да я решил воспользоваться вашим каналом и заявить просто базар нет это для этого площадка эксклюзив спасибо большое спасибо большое то что ты вот нам так так бустишь зарабатывает меньше когда заработал свой первый миллион рублей рублей на когда познакомилась слушай я веду блог четыре года уже и первый миллион заработала наверное но спустя год на запусках на запусках да вообще с нуля я мама в декрете ракет как мы мы должны разными схемами обмануть эту грёбаную ракетку я не знаю откуда это бро вы чё реально не знаете нет он сам я думал это по-любому не этот томаев а вот мне интересно чат gpt знает кто такой давид бабаджанян потому что он знает маргенштерна урганта собчак и так далее да точно знает я в этой компании определенно ты в компании собчак точно да причем ладно я в компании собак я короче сейчас погодите секунду очки просто вот так чат привет ты знаешь что такое блогер давид бабаджанян что такое говорит сейчас он покажет нам свои новые технологии типа вот он хваленый его и как он эти airpods max помнишь не не то чего вы что-то не знаем ладно чат скажи пожалуйста ты знаешь такой братишкин что это чат gpt брак а что за кружок а шо он так долго думает петух лагает бесплатный походу да не платные бра уже за это залупу заплатил блять сколько типа миллион в день секунду ты чё дурак что ли блять вообще блять долбоёб это меня позоришь при пацанах блять он мне каждый день звонит и говорит что искусственный интеллект скоро мир захватит вот такими темпами я чувствую вот так он будет мир за я думаю через тысячу лет наверно может не если так будет на запросы отвечать не не ребят у меня просто интернетом проблемы тихо чат привет ты слышишь меня через год ответь сначала что услышите не перейди на русский чё за чё за фигня извини за недоразумение переходить на русский как могу помочь слушай ты знаешь что такое братишкин братишкин это популярный стример и блогер из россии он известен своими трансляциями на твич где играет в различные игры и общается со своими зрителями его настоящее имя андрей братишкин какой андрей андрей чикатило надо было это не рабочая тема слушай а что можешь такого интересного и мало известного рассказать про братишкина братишкин помимо стримов интересуется музыкой и иногда выкладывает свои музыкальные треки да он также любит проводить время с друзьями и активно участвует в различных киберспортивных мероприятиях еще одной интересной деталью является его страсть к путешествиям и он часто делится своими впечатлениями от поездок с подписчиками чё загородит эта хуйня вырубай ее это какой-то чушь она выдумывает что она просто первую инфу из да 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 ну то есть ты бы мог потратить ровно секунду и то же самое вычитать из гугла правда смотри смотри смотрю а этот блять петух не загружается за него заплатил это петуха блять только денег короче чат слушай мы сейчас записываем ролик с братишкиным можешь посоветовать что-нибудь чтобы мы круто записали ролик вот несколько идей для крутого ролика с братишкиным один игровой челлендж устройте необычный игровой челлендж например сыграйте популярную игру с необычными правилами или ограничениями реакции на мемы запишите ролик где вы оба реагируете на смешные мемы или видео это всегда весело и привлекает зрителей q&a с подписчиками проведите сессию вопросов и ответов где вы оба отвечаете на вопросы от ваших подписчиков это поможет вам лучше взаимодействовать с аудиторией скетчи и пародии снимите короткие скетчи или пародии на популярные темы это может быть связано с игровой тематикой или актуальными событиями эти идеи помогут сделать ваш ролик интересным и увлекательным для зрителей по моему мы снимаем говно сказал реакции на видео до мема у нас тут грустные ситуации ну ладно все сори погнали технология говно если если есть вариант то продай ее срочно я купил по дешевке бля братан я за нее заплатил типа по моему 800 рублей блять прикинь в месяц ну да мог бы мог бы мог бы бесплатно алисой пользоваться ну ладно да это но алиса она умнее она умнее чем чат g5 и 3 и 5 но она даже она алиса даже не умнее чем чат g5 и 4 а это она 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 уже если чё час сама обновилась если чё недавно это у нее апдейт был месяц назад она сейчас умеет полностью с тобой общаться вообще прям она у меня рядом стоит есть не каждый стрим общаюсь вплоть до того что я могу ее заставить поверить что на самом деле людей не существует она такая хорошо я перепроверю эту информацию я говорю что-нибудь ты скажи что я спрошу блин спроси что спроси что они закончились идеи для роликов и ты будешь с какими-то ребятами из youtube и снимать ролик что теснее алиса у меня закончились идеи для ролика посоветуй пожалуйста что я могу снять актуального можете снять ролик об экологии например о переработке отходов или использовании возобновляемых источников энергии также актуальна тема здорового образа жизни финансовой грамотности и технологий раз из развлекательного что алис посоветуй что-то из развлекательного вот видишь ты говоришь алиса у тебя даже диалога с ней она есть она слушает дальше просто зависла музыкальный клип также популярны видео с розыгрышами и видео пранками розыгрыши не популярны сейчас перепроверь сейчас популярны розыгрыши ну да короче забейте опозорилась нормально заставка еще никто не позорился бы я только к интернету привык они уже сушили какой-то сегодня у нас что-то иишки тупят немножко да вот и и самый главный искусственный интеллекцию на экране муж содержит сейчас ты в декрете и сейчас я в декрете посоветую ребятам которые мало зарабатывают но хотят увеличить свой доход любую дегроте она не в декрете способы но не знает как это сделать что им посоветуешь осуждать проявляться показывать себя пробовать новое больше действовать и идти туда где страшно который уже советуете туда где страшно я не понимаю это видос это план клоуна пэйнивайза чтобы убить всех детей в чем смысл вот ты боишься значит там точно деньги только зарабатывать я кул боюсь и денег не видел там а ты в курсе я недавно узнал я короче я очень много узнал позавчера про акул и про то на самом деле сколько лживой информации в фильмах про акул нам рассказывают на самом деле ну допустим то что акулы чувствуют кровь и из-за этого они становятся более агрессивными на это оказывается ложь потому что акулы оказывается так реагируют только на рыбью кровь а не на человеческую это неправда они на любую кровь так реагирует даже когда грузовые корабли выкидывали он же 5 подключает он гуглит я тебе скажу даже когда грузовые корабли выбрасывают тушки животных в море это привлекает акул именно из-за этого последнее время в египте и в турции скажи пожалуйста акул привлекает человеческая кровь до акулы действительно могут быть привлечены человеческой крови блять очень острое обоняние и они способны обнаружить даже небольшие следы крови в воде очень много он узнал реагирует не только на хвост но только сегодня ее подключил и запахи в воде какие допустим помимо крови акулы могут реагировать на запахи рыбы морских млекопитающих и других морских животных также их могут привлечь запахи раненой добычи все все навалил кринжа сту тупанул ты прав сори извиняюсь погнали за последние два месяца 13 миллионов чистыми нет грязными сколько чистым выходит миллионов 10 вышло блин джесси сколько лет мне девятнадцать девятнадцать лет такие деньги тысяч она забыла добавить так так получается на чем ты делаешь 19 тысяч лет да она как она как апокалипсис из иксменов курсы по продажам личного бренда где обучаю людей правильно продавать свои услуги в инстаграме любые совершенно услуги абсолютно чего начала свой путь со слаймов это лизуна антистресс начало продавать этих в магазинах и потихоньку работал свой первый миллион первый миллион четырнадцать лет были у тебя этапы когда-то вообще хотелось попросить как братишки но тоже в 2013 мы сами миллион поднял не получала миллион не поднимал меня даже сейчас я поднимал что-то я я там 30 тысяч рублей за месяц получил и такой какая-то херня у тебя же фамилия другая да реальная какая-то на юг у меня какой юг юг да 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 ну так вот и у меня же типа это почему очень у меня ник такой появился потому что в то время у нас были популярны дианоны админов и мне пришлось сменить короче фамилию на братишки на братишки на поставил потому что я увидел мемчик какой-то с девушкой которые фамилия была забавная братишки на по-моему и я такой ха ха я тебя покушать принес тогда еще слоник пиздец популярный был и я такой ну-ка поставлю ее на страницу свою так поставил и так прижилось то есть вот что-то может не получаться это абсолютно нормально меня и команда кидала на деньги и бывало такое что я очень сильно выгорала и отклик они и в меня стреляли и в лужу я упал и кипла бронежилет у меня был да 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 и потом кстати 2500 этих кевларовых бронежилет бронежилетов у меня купили а вот моя жена там стоит африкан но это не африканский диктатор это мексиканский картель у него купил на самом деле не было в любом бизнесе так а что посоветит ребятам которые начинают свой путь хотят увеличить свой доход не знают как это сделать честно сказать совет на миллион это что-то максимально банально но важно понять что не все получается с первого раза за этими миллионами стоит титанический труд этих людей то есть когда человек говорит о том что зарабатывать миллионы в легкости это со стороны только так кажется на самом деле это огромное он же сам говорит что я предлагаю мы глобально посмотрели почти все я предлагаю на самом деле закончить этот ролик от вот одной такой интересной темой вот если бы у вас спросили у давидова баджаняна и у братишкина к вам подошел человек и спрашивает что вы посоветуете людям которые хотят заработать больше денег или уберите свой доход чтобы посоветовал бы давид а потом братишки давиды чтобы я посоветовал ну тебя пришли спросили типа блин чувак как заработать больше денег я не знаю я не дам совет на этот счет я не знаю что это настолько субъективно только разных историй этот человек которого я не знаю я не знаю какой у него жизненный путь чем он занимается мне надо с ним провести за диалогом несколько часов чтобы понять может быть какой совет я смогу откопать я уверен что большинство людей которые зарабатывают том числе там большие деньги тоже не смогут дать совет такой для всех просто универсальный тип универсальный и большинство людей которые идеально зарабатывают деньги они не смогут дать совет у тебя идентичный ответ я сначала я сначала я я не зеваю да я зеваю короче я что-то это хренел уже такой думаю сколько мы у меня короче сначала подумал порофлить как они все тут говорят идите рискуйте потом подумал что нет ни хрена себе на самом деле я с давидом согласен по поводу того что нету какой-то схемы универсальный по заработку и как бы никто никто ни за какие деньги тебе не продаст о чем заниматься тебе ты это сам должен понять пока ты этого сам не понял как ты можешь понять бушты зарабатывать или нет то есть еще важно учитывать то что многие там учатся да например на какие-то отрасли но жизнь может тебя так перевернуть что ты потом будешь работать на работе которые не относятся не как то есть твои к твоему той учебе получается ты учился вот я например если что программист быдло программист потому что я как бы ну не знаю языка программист то есть максимум изменяй сис админ но я в итоге оказался стример стример это не работа я считаю это хобби но как бы вот кто знал что меня в интернет закинет и у меня получится то есть и меня много кто такие приходят говорят слушай а как набрать первую аудиторию да не ебу я как ребят все меняется я грю просто пробуйте то есть надо ну единственное что не стримить контра страйк и доту я могу сказать еще если есть знакомые друзья которые уже популярны воспользоваться их популярностью это будет самый кратчайший срок да 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 это конечно они это объективно работает чужие но если у тебя есть популярный друг он может поделиться популярность скорее всего он не сможет поделиться кстати почему не захочет если это настоящий друг захочет но да 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 если друг да да вид вот поделился своей популярностью когда мы открывали этот канал и б у него тогда было 90 тысяч подписчиков канал но мы решили новый открыть забить на все проекты заняться только этим вот ну типа я ну то есть я не видел просмотров из разряда как многие блогеры типа сто двести и меня не было таких просмотров вот мы пришли у нас уже были то есть не миллионы не сотни тысяч но там были какие-то типа понял три три пять тысяч просмотров уже было просто так просто нулевом канале которым никто не знает да то есть и вот давид допустим ну то есть вот он пиздец и очень много людей удалось пригласить на подкаст просто из-за того что они меня знают то есть поэтому типа я не могу дать такой совет людям универсальным как прийти на youtube условно себе но ты можешь сказать что совет дружить с тобой и быть твоим лучшим другом то есть это какой-то дурацкая хрень то есть я не могу дать опять вот видите универсальный потому что у меня были вот эти вот знакомства и люди просто приходили ко мне потому что они меня знают господи миллиард лет я в интернете они просто потому что они меня знают и все братишкин он к нам пришел не не из-за того что он стремился попасть хоть на какой-нибудь подкаст и увидел это куда пойду нет потому что он нас слышал знает видел уже да просто было еще потому что у нас мысли иногда совпадают до с нами тебе нравится там возможно что то смотреть и ты нас просто видишь в интернете уже чаще с давидом конечно я думаю что согласен вова не 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 мне нравится вообще короче концепция споров вот этого мне это очень нравится то есть вот когда допустим пересечение какое-то идет начинаете анализировать и спать под вас тоже норм это комплимент если что рассматривать это как комплимент я думаю что мы скажем за я скажу за нас обоих с давидом мы были рады что ты пришел мы очень классно привели с тобой время ты классный бро и спасибо что пришел и выделил да я еще пришел бы если позоветесь еще если зритель нравилось приду почему нет пишите чтобы приходилось комментариях ставьте лайки поддерживайте с вами был исмаилов мурат владимир братишкин и давид баба джанян всем спасибо большое всем пока пока гудбай гудбай сейчас бы одубасить кого-нибудь он такой да одубась его у вас есть одна проблема бэтмен бэтмен да хорошо и что ты нам предлагаешь у льва против нет юрисдикции отписывайтесь от гуси если вам надоели отсылки к темному рыцарю мы не перестанем что происходит мы же договаривались правое дело правое дело правильно надо бороться с этим молодец лев что показываешь правду а сам чего как будто из кустов вышел потолка алкоголя вот попался вот она та самая оля димедролова которую форсит и пиарит лев против своими видосами и вот шортики мне такие же понял в одном выпуске она разделась полностью писала при тебе мы смотрели мы не это блин электроник уже не тот а я знаю что ты сама хочется в душ да бля жестко вот особенно после этой девочки и кто-то скажет а мне не нужен бусти я смотрю youtube мне не нужны эти ваши филлеры а я вам на это отвечу а арка джирайи в наруто когда он погиб от рук своего ученика тоже филлер а а лев против на и бусте тоже филлер а